Все, уважаемые, мы тут попали в крайне неприятную ситуацию на одной из миссий. Штурмовик с невидимостью пробегал вот за этот кавер, за фул кавер, и спулил пак, который находился за его спиной. Ладно бы один пак, но после того, как он его спулил, он оказался видимым, и его увидели чуваки спереди. То есть по факту у меня сейчас миссия дичайшая. Есть вип, которого нужно провести к точке эвакуации через всю эту шушеру, и всю команду туда же нужно перевести. Возможности эвакуации на этой карте нет, то есть я не могу просто взять так и ливнуть. При этом есть отходивший штурмовик, которого уже флангуют минимум двое, ну скорее всего трое, Андромедон в том числе. И есть еще четыре человека впереди. Гипотетически еще пара паков дальше. Я даже думал, что свалить, отпускать штурмовика, идти в обход, но это не тот вариант, я могу тут по времени... Ой, еще вышка, надо не забыть про вышку. Что я хочу сделать в этой миссии? Во-первых, все-таки значительную часть команды надо спасать. Вот, но не путем какого-то аркадного пробега, а путем все-таки нейтрализации этих брусуков. Тем более, что под ударом пока что всего один человек. Задача осложняется еще и тем, что на данной миссии два лемминга. То есть один никчемный псих Дмитрий Михайлов, он буквально с одной способностью, огонь души. И у него только одна светошумовая граната. С него, скорее всего, мы и начнем. А, и осложняется еще и тем, что здесь какой-то у меня тоже недокачанный... А, кажется, Брюс, да, Игорь Андреевич. Хэвик такой, тоже не самый продвинутый у него. Все три обилки. Вот. Скорее всего, он будет пытаться кислоткой вот сюда достать. До шара, до щитовика, чтобы и... Да, закидывать сюда. В общем, как бы то ни было, возможно, эта миссия, в принципе, приведет к гуфу печальному. Потому что потеря на данной стадии такого офицерского состава, это... Это гуф. Не, ну не совсем гуф, но... Будет крайне сложно продолжать. Инвису штурма есть, только штурм-то отходил уже, вот в чем дело. Да. Чатик, привет. Револьвер, серию, конус, смеешься. Я револьвером прыгну ориентировочно вот сюда, вот под полуукрытие. И попробую действительно с серией там пострелять. Ладно, поехали. Дмитрий Михайлов ничего, кроме... Кроме светошума, сделать толковый в этот ход не может. И я ориентируюсь... Закроем мы? Блин, не закрываем троих. Уже плохо, двоих только закрываем. Точно? Точнее, некуда. А дальних... А дальних только двоих. Значит, ему придется... Вот так действовать. Он флангует кого? А щитовика флангует. Не, погоди тогда. Может, этот выстрел понадобится. Так, дальше у нас есть штурмовик, которого я хотел... Которого я хотел использовать... Ну... Илюху я хотел кинуть, мой комментатор. У него есть раненган. В теории он может добежать, выстрелить по архону с хорошим критом. Может, конечно, сделать еще жнеца. Но жнец тут реально только по трем можно будет влететь. Если я побегу дальше со жнецом, это чревато серьезными последствиями. У слона, скорее всего, надо делать сразу вот разряд конденсатора. И... Но проблема-то в том, что он тоже особо не достанет до дальних. До дальних не так опасны. Главным образом опасны эти трое плюс шар, которые здесь стоят. Щитовик будет кидать щит. Милишный побежит, ударит, но пофиг. Этот обычный будет стрелять точно, но как бы... У него не тот тип оружия, который с одного выстрела убивает. Ладно, безусловно, что я иду Брюсом вот на полхода сюда. И ориентировочно пробую закинуть... Я, кажется, не докину сюда. Хотя на двоих может... Да, на двоих достаю. Но значит, сюда будет кислота или все-таки кислота пойдет... Не, кислоту нужно туда. Там как раз и милишник может напороться, и броня самое главное. Видите, броню надо разрушать. У щитовика и у... И у шара. По этим только мы уроны несем и всем... Ладно, поехали. Два. Ой, будет тяжело. Капец, как тяжело будет. Лучше не подставляй снайпап, прыгай направо. В смысле, откуда ты знаешь, что справа снайпер не увидит новый пак, который его тоже увидит. Эти товарищи, они все равно будут стрелять по чуваку, которого флангуют они. Поэтому... Лучше двигаться... Вот представьте, что сейчас еще третий пак выйдет. Это последнее, что мне нужно. И последнее, что произойдет, если я так сделаю. Поэтому снайпер ориентировочно прыгает вот в этот угол. У него будет полуукрытие, у него будет вижен по всем. И он не потратит при этом ход. Благодаря такому клевому армору. Он видит реально всех. Есть у него возможность сделать серию, есть возможность сделать угол. Но серию нужно делать такую, чтобы... О, кстати, я этого товарища... А что у меня... У меня винтовочка еще старенькая. Давайте посмотрим. 6-8, да? У него 7. Плохо, уже плохо. Да, надо стараться вот этих ближайших архонов в первую очередь убивать. Протокол защиты, скорее всего, будет от слона. По штурмовику, потому что... По нескольким причинам. Во-первых, по штурмовику побежит милишный бить. Его, скорее всего, все-таки кто-то будет фланговать. Либо... Либо Андромедон, либо эти... Ну, короче, он приоритетная цель у врагов. Поэтому его нужно защищать. Но что я смогу сделать, не подходя? Как разряд конденсатора могу кинуть? Хреново, как обычно. Очень-очень хреново могу кинуть. А по кому я, в принципе, могу попасть? По архонту. Скорее всего, тогда будет разрыв по архонту. То есть сначала мы сделаем протокол помощи. На нашу черепашку-ниндзя. Это новый штурмовик, но он полкан. Черепашка молодец. Протокол помощи... С ракет уже, я же этих... Ой, протокол помощи же тащит. Так, точно разряд конденсатора по двум? Мне бы дезориентацию сделать на этих двух архонов. Нет, точно не пойдет. Либо так, либо так. Тогда разрыв. 92 с критом. Погоди. Может быть меточку тогда. То есть ориентировочно мы... Святошум кидаем на двух дальних. Ближнего убиваем. Разрываем. Ну а с этим, да. С этим как-то надо разбираться. А Святошум по двоим, да? Да, по двоим. Да, тут без вариантов. Нет, подожди. Там же фланг был у него. Как вариант. А, 58%. Да, он же не умеет еще стрелять. Это же психи. Они не учатся этому. Зачем правый пак трогать? Не проще левый попробовать убить. Но они же все равно будут действовать. Плюс мне для снайпера как бы пофиг, если там будут битые люди. Как в серии. Дезориентация на двоих. Еще есть штурмовик с ранн'ган и с Илюхой. Штурмовик может, в общем-то, забежать сюда. Помочь с Архонтом одним, например. А, он может с криком вообще. Вот сюда вот с криком. Жалко, вот до угла не доходит. Блин. Стоп. А кто его здесь будет видеть? А кто его только не будет не видеть? Да, он с фланга подставляется. А наверх он может прыгнуть? Наверх-то может, но тогда действия придется тратить. Да, хочу встать близко к Архонту. Во-первых, потому что, может быть, мясорубка у него меч хороший. Этого Архонта в первую очередь надо убивать. Он не дезориентирован, раз. Он находится... Он флангует моего штурмовика два. Но мне бы штурмовиком человека добить, чтобы я поглотил еще один выстрел. И учитывая то, что он не будет в кавере, да его тут раздраконит просто всего. А как я получаю следующую атаку, я игнорирую, если добью. Так, ладно, снайпер. Снайпер ориентировочно добивает щитовика, это раз. В серии. Снайпер же серию делает. А вот не факт. Не факт. А после серии можно конус, после успешной серии, можно конус использовать? Я знаю, что меткий глаз можно во время серии использовать. Ориентировочно он будет добивать этого чувака. А рисковать или не рисковать? Можно, говорят. Тогда точно серия. Вероятность как? 6-8. У него 7. Уже риск серьезный, что серия запорится здесь и сейчас. Копейщик еще более плотный, не говоря уже о привратнике. И о бархонтах. Так. А если я все-таки... Нет, тут разрыв нужно делать. Вот на архонта для начала. Давай 92, разрыв на архонта. Может быть мы с архонта начнем снайпером. Критульчик на 16. Главное, что попал 92. Молодец, слон. И я его уже револьвером добью, я полагаю. Потому что... Да, в любом случае добью 9-11. Без меткого глаза даже. Это раз. Револьвер не промажет 100%. Это минус 1 архонт. Ага, серия, хорошо. Поэтому тоже 92. То есть получается, я штурмовиком... Штурмовиком. Хорошо бы мне подэмиджить второго архона, его с серии добить. Или поставить Илюху все-таки. Но Илюха, вы знаете, это... Штурмовик просто ничего не делает в этом ходу. Просто подбегает и ставит иллюзию. Но иллюзия мне реально может спасти эту жизнь. Надо ставить иллюзию. Хорошо. Дадим цель врагам дополнительную. Дадим. Чтоб не по снайперу, например, стреляли, а по... Да, давай так. Глаз может ваншотнуть любого. Но если кританет, то естественно. Так, как мне подставить его... Во-первых, куда Илюху кидать? Желательно, чтобы глаз видел. Но на максимальном удалении. Вот так, да, наверное? Или на глаз вообще забить? Не, глаз самый опасный. Надо, чтобы видел только Андромедон и глаз. Потому что эти ребята пусть лучше два выстрела сделают. То есть надо найти такую уникальную точку, по сути. Ее, скорее всего, даже и не существует. Вот так трое будет видеть. Одна клетка Дмитрия Михайлова. И сюда Илюху. Точно. Фиг знает. Фиг знает. Но есть еще опция все-таки выстрелить в Архонта, например, с критом. Добить его снайпером, но он и так уже дезориентирован. То есть не факт, что... Да, Илюха два выстрела поглотить должен. Ладно, я ставлю тогда штурмовика полу-ковер как альтернативную цель. Кидаю маяк-имитатор сюда. Укрытие не решают, поэтому как бы неважно уже. И остается у меня только один снайпер нехоженный. Капец. Все ходы закончились. Так, ну тут для продолжения серии шестьдесят... Может, я лучше какого-нибудь копейщика метким глазом. Восемьдесят семь. Восемьдесят один. И то не добью. Не, давайте угол я поставлю. Я не буду рисковать, я лучше сделаю угол. На последний ход. Да? Или все-таки меткий глаз сможет кого-то убить? Ну этого если попадешь шестьдесят девять и бьешь. Но рисковать и выбирать между шестьдесят шесть или там шестьдесят пять и серией выстрелов я не хочу. Лучше я сделаю конус. да блин и все с богом ой господи два дезориентированных это первый испыленный пак этот кислотный ожог щитовик сейчас щит будет кидать очевидно можете снайпер воду щита убьет броня 3 кислотный отжог ну все больше кислоты там ни на ком нет кто-то ходит еще рядом андромидон пошел полу кавр отлично не флангует стреляет по штурмовику штурмовика полу кавр е мимо дезориентирован потому что держимся первый опасный товарищ выстрел и промахнулся overwatch на архонье тут работает эндезоун от револьвера первый выстрел пошел 10 урона отлично блин главное чтоб он час не начудила он и легко кажется будет бить отлично не убей вау выстоял илья 3 хита оставил снайпер тоже килье о снайпер снайпер есть щитовика должен снять до того как он щит поставит блин так таким сухим я из воды выхожу изи жми конец хода и гауны экстра и пишет ну бас какой-то пчатин снайпер где отлично три попадания давай револьвер попал но не добил но это обычный остался у него скорее всего к илье тоже бежит да и люк сейчас будет добивать блин главное все выжили сейчас штурмовик вернется в бой все нормально тут шар можно взорвать машинку вместе с этим с милишным не забываем про то что там overwatch архонта о хорошо то как так у черепашки ниндзя и этот этот лемминг давайте сначала я все-таки хэвиком вот этих пацанов накрою плазменные гранаты там просто машина взорвется и мы доведем штурмаша до нужной кондиции поехали артиллерийского у него нет армор хреновый все плохо но давай бах две брони 4 урона машина взорвалась и еще четыре урона отлично так тут можно снайпером прям в голову серьезно а как нам серию может штурмовика пустить резать людей но он спулить может паке не забываем про overwatch тут жнеца можно включить серия так первый удар который достигает цели а и у него еще overwatch не работает то есть по нему и у меня достаточно хороший этот мечишка будет 90 90 но он снижаться будет но туда я не хочу в общем бежать с пули еще пак так но он как раз хорошо подходит под добивание серии в целей так скажем да так а феррари что будет делать но надо с архона снять overwatch еще как-то андромидона убивать в конце концов тут можно разряд конденсатора еще сделать 710 добьет милишника практически добьет того андромидон останется нет добить милишника ты можешь другими способами да светошум то я понимаю есть один но выбирая между светошумом и выстрелом штурмовиком вплотную конечно же хочется так а у револьвера меткий выстрел как соточка это понятно 95 но он по архонту будет стрелять скорее всего либо с м патронами пытаться но мы того не убьем никак андромидон в этот раз этот ход тоже переживет там дезориентировать я думаю то есть надо как-то вот так вот кидать наверх потому что этих мы точно добьем а вот дальних ну давай тогда так то есть это дезориентация снятие overwatch и еще урон нанесем поехали разряд конденсаторов от слона 8 урона хорошо а сколько снимется револьвер метким глазом у этого упыря 9-11 нужно где-то 6 урона еще нанести аж об огонь души как работает 6 4 6 лучше андромидона сломай убеем хашара может аэш нить а вот андромидон будет убивать это да я его не убил в любом случае то есть не хотя я еще не хочу туда дальше бежать там же темнота уж лучше пусть он одного ранит убьет чем ладно это минор этого легко этого легко давай тогда снайпером 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 сначала а слушайте снайпер же может сверху убив кого-то например шар еще пострелять и с пистолем это может зарешать 95 нет 92 нет 86 вообще защита дикая лучше чтобы снайпер убил архонта вероятность значительно выше тогда я наверное но архонта еще уклонение царапина там его прогнозировать достаточно сложно эти дезориентированные андромидон может в принципе промахнуться я штурмовиком еще не уязвимость на следующий ход получаю если кого-то сейчас убиваю я убивать убить могу легко то есть этого гарантированно убил например да ему лучше наверное так сделать раз ну потому что он все равно самый уязвимый то есть его сейчас как раз и андромидон близко и все так безжалостность да он может в принципе отступить но пока не будем милишника нет есть еще один штурм который может зарядить серию вот это вот жнец но а сколько там урон с меча теперь нового 7-9 да фига там яд будет еще стоп а я по шару вообще не попаду 60 да им не стоит выпендриваться им нужно делать только один выстрел возможно уйти за фулл кавер хотя у него тогда будет меньше вероятность попадания так думай 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 а а так а как ты шар то будешь добивать на этого забиваем точно нам же нужно либо шара либо ну шару надо убить у штурмовиком тогда шарик тут типа попробовать подойти архонта мочкануть посмотреть сколько огонь души будет наносить здесь имеет смысл наверное у меня так за фулл кавер зайдем по доуе как раз а один удар гарантированно попадает говорят у у жнеца то есть я могу при подойти и просто серия так 1 всегда достигает цели тогда я добиваю добиваю шар получается пусть он типа 60 но я гарантированно его убью поехали я при этом сильно не убегаю вперед да ё-моё это может быть тяжело показывало что я убиваю и еще 5 урона там о е дикий оказывается ну это по пандос просто уже смысла по архонту стрелять нет хотя он дезориентирован наверное лучше даже убить дальнего объясню почему он флангует сейчас а те дезориентированные из пистолета по архонту пострелять дичь просто дичь ну я жнеца первый раз вообще юзаю поэтому ну как не первый было там пару тестов попали в общем их ход а шар бы сам умер на следующий ход так имеет ли смысл отходить штурмашом от конечно имеет там кислота шар действительно бы сдох но она осталось двое у них дезориентация а андромедон подходит не не подходит полу кавер стреляет по снайперу сверху мимо отлично все дезориентация великая конечно вещь архон заходит что фланг что ли на дмитрия михайлова лемминга может еще не попасть кстати попал но не убил хорошо держимся дмитрий михайлов это второй псих на замену в общем хорошо тут горит поджег а дмитрий михайлов там как в общем попадет по архонту я хочу чтобы он туда попал чтобы штурмовик его добила действие было штурмашающим у черепашки ниндзи в нашей штурмовик спокойно подходит и стреляет и стреляет в архонта не знаю поддержал ваш канал на сумму 500 рублей твои стримы к чему просто 10 револьверов из 10 спасибо большое и за 500 рублей и за револьвер и за оценку стримов так мне нужно скорее всего рокет потрачу потому что это сволочь бронированная плюс он еще рядом с невзорвавшейся машиной находится поэтому он получит урон да и в общем то игорь андреевич особо ничего ой хорошо еще урон пожалуйста да еще единичка урона все сняли броню снайпером я конечно же ой слушайте а я же у меня хватит общего а да тут еще штурмовик его бы флангануть я все равно его не убью в этот ход то есть надо выбрать человека которого он скорее всего будет бить скорее всего битова протокол помощи кидаем на паладина паладин типа должен фланговать но я даже на 3 клетки боюсь подходить а я здесь не буду фланговать я вот отсюда могу флангануть ладно с богом не спулил никого уже хорошо главное критануть и убить не крит но убил вроде хватило урона так теперь он превращается в механического которого я ой свободное действие курок как ты вовремя господи какой свой временный курок оооох теперь снайпер его скорее всего даже добьет должен добивать с метким глазом с ЭМ-патронами ох Ох. Перезаряжаемся. Там кажется, что машина горит, но вроде она взорвалась сразу, как только так. Я надеюсь, она не рванет. Вроде взорвалась уже. Так, не расслабляемся. У нас и так два ранения. Вышку сейчас посмотрим, что да как. Прямо по курсу. Новый пак. Мек 3-го левела и милишник. Но по сравнению с двумя прошлыми одновременно спаленными паками так овервотч на меке, милишник побежал. Я думаю, сейчас не стоит церемониться там. А, она горит просто. Да, да, да. Она просто горит. Надо стрелять сейчас просто револьвером им, патронами по верхнему. Не выпендриваться вообще. Снимать овервотч. И просто бонусный урон сейчас пойдет по нему. А после этого уже типа можно попробовать сломать. Для начала вот... Так, у нас есть флешечка. Флешечка. Протокол блокировки оценим хотя бы. Хотя мы можем... Не, мы не можем его протоколом нападения сломать. Сейчас проверим протокол блокировки. Скорее всего, я его просто на два хода выключу. И разберусь с милишником. Димакс, это такой сломпок. Че так поздно пришел? Да, сто процентов. Будем его тогда отключать. А стрелял для того, чтобы иметь возможность еще подтянуться поближе. Подойти. И напороться на овер. Тут, скорее всего, будет сапресса, которого нет. Скорее всего, тогда метка будет от хэвика. Нам же нужно милишника убивать, правильно? А не, есть сапресс. А зачем тебе сапресс по нему? Теб... Ты можешь попасть в 44. Он вряд ли будет стрелять. А так, вероятность неплохая ему дэмэдж еще нанести. Да, промах на единичку. Надо поставить 3 урона минималочку. Так, я подхожу, наверное, под фулл кавер сюда и... Я не вижу мэка, но я смогу блокировку юзнуть. О, давайте вышку посмотрим. Вдруг тут вернут все очки действия, например. Орион 589. Привет тебе, добрый вечер, да. Удивительно сухим я вышел из воды после вчерашнего фейла. О, отряд получает ран-н-ган. Раскрывает позицию. Не, не надо. Ну, то есть не в этот ход. Я буду, конечно, фармить... Ну, на следующий ход я обязательно попробую использовать эту штуку. Потому что все равно негативного эффекта нет. А наличие ран-н-гана на миссии, где есть время, и оно очень ограничено, это очень хороший плюс. Блокируем третьего мэка. А сколько получается на роду? Три, семь, это девять. Еще много впереди. Блочим. Оглушаем цель. Ой, сто процентов, кстати, выбил. Такого... Тренировался о файл, небось. Нет. Даже не думал об этом. Я знал, что... Меня в этом могут упрекнуть, но... Я не заходил ни в стим, ни в этот. Подходить штурмовиками я не хочу. Потому что могу спулить. Может, даже сейчас потратим один светошум на этого упыря. Хотя попадание, смотрите, неплохое. Семьдесят один, в общем. Давай. Хорош! Штурмовик, даже будучи... Подожженным... Все равно молодец. Пятьдесят три. Дмитрия Михайловна не стоит качать. Черепашку, наверное, имеет смысл подвести. Там фланга не будет, но она поточнее будет, чем... Шестьдесят семь. Давай. Есть. Уклонение царапины, но по факту гуф. С... Безжалостность точным. Надо подтягиваться, конечно же. А, тут я гореть тоже начну. Так, а почему... Вот такие баги классные. Типа ход. Ладно, хрен с тобой. Сломан мэг. Ох. Еще минус два хита, но... Горение, насколько понимаю, закончилось. Восемь ходов остается до конца. Ох. Надо идти все равно аккуратно. То есть, надо брать... Делать маскировочку. И... Черепашка-ниндзя проверять. Неудачно стоит. Слоном попробуем... Что будем делать-то? Вроде как нужно подойти, а потом проверить. Тресково там. Ладно, давай. Я хотел просто освободить место, потому что там штурмовик. Штурмовик. Да, не спурили, отлично. Тогда взламываем. Пробуем получить ран-н-ган всем. Это заряд, ну, как аналогичный скиллу штурмовика. Который реально может помочь сделать марш-бросок, и при этом не потерять по выстрелам. Есть. Отлично. Теперь у всех есть ран-н-ган. Хилься, нет времени. Сейчас хилиться пока что. И в этом пока нет серьезной такой потребности. Я подхожу за фулл кавер штурмовиком, чтобы... И... Но дальше уже, наверное, буду стрелять. А кто помочь может мне? Игорь Уткин может помочь. Вообще, я могу паладином туда крюк кинуть. Или подойти и кинуть крюк. Тут хорошая тема, кстати. Давай-ка. Да, ты спалишься человеком, у которого мало хп. А зачем ты это делаешь? Не знаю. Проверь сначала, кто внутри здания, потому что ты... Сейчас. Мне нужна разведка по следующим пакам. Нет следующих паков в той стороне. То есть, типа, можно... Кидать сюда... Крюк. Если они на крыше, то я смогу спуститься. Это, конечно, хреново будет, но... Блин. Прямо на точке. Капец. Четыре человека. Ну, я попал. С другой стороны, у снайпера есть угол. Господи, а там же... Слон у них. Ну, снайпер точно здесь делает угол. Сначала, наверное, перезаряжается, а потом... Свободная перезарядочка, что прям шесть выстрелов у него было. И делает угол. Там одни мэки, он по ним бонусно постреляет так, что, маму, не горюй. Но... Проблема сейчас у слона. Серьезнейшая проблема. Этот-то отступит, предположим, за фулл кавер куда-нибудь сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. А, еще Дмитрий Михайлов не в укрытии. Вообще класс. Да. Мэг как придет в себя, он сразу будет стрелять по... Потому что мы его подсопросим. Откуда мы его можем подсопросить? Отсюда. Не устраивает. Вообще горят. Вот отсюда. То есть подставлять. А, конечно, что еще делать? Лучше Брюсом помочь, чем... Нет, почему ты ран-н-ган можешь сделать? Давай ран-н-ган. Потом сюда. И сапресс снизу. Поехали. Сапресс пошел. Дмитрия Михайлова можем убрать. Опять же, есть ран-н-ган, но слон как бы под ударом. Что хорошее может делать Дмитрий Михайлов. Ну, подойти пострелять по этому мэку. А куда мы дальнего-то уведем? Орентировочно вот сюда, за фулл кавер. Или вообще в угол лучше. С угла-то его не видит пока никто? Да, и не увидит, скорее всего. А забраться откуда? Отсюда. Там можем спулить. Давай тоже ран-н-ган, может мы этого мэка вообще убьем. Тем более у тебя халявный ран-н-ган. Отсюда мы тогда сможем по нему пострелять. Уходим. Тут маскировочка. Этот под сапрессом. Далее никого не видят. Пойдут вперед и напорятся на снайпера. Снайпер просто их... Не убьет, конечно же, но... О, хорош! Критулечка! Вот опять же, сапресс нужно делать, естественно... Не так, как я сделал. Так, а Дмитрия Михайлова как? Дмитрия Михайлова нужно на ближайший Overwatch, на фулл кавер... Нет, забей. Прячься лучше Дмитрия Михайлова пока что. Авось постреляем. Итак, я только слона подставил. И то не факт, что до него добегут. Овервочи пошли от снайпа. Револьвер. Топ ДПСер в данном ходу. На данном ходу. Это раз. Мимо. У него там 4 выстрела должно быть. Приходит офицер. А, он на рывке. Мэг бежит. На мэг... Главное в мэгов попадаем. Офицеры пофиг. Есть. Хорошо. Девяточка урона. Этот спускается вниз. Тоже на рывке. Нет, не на рывке. Подавление. Сопрейсит нашего. Еще Overwatch. Щитовик бежит. Револьвер не пробьет, потому что не бронебойные. Просто два хита. Щит делает. Но достает только по офицеру и заднему мэгу, судя по всему. Да. И еще разок. Стреляет револьвер. Но тут уже по щиту будет значительная часть. Хотя нет, 10 урона. И броня снял, и по жизни. Ой, какой хороший револьвер вообще получился. Все. Нет, не все. Да, все. Ходы до точки есть. Все нормально. Тут серия напрашивается. Прям не то, чтобы напрашивается, а прям вот... Стоп, 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 стоп. У тебя перезарядка случайно, чисто случайно осталась. Свободная осталась. Давай тогда серия раз. У меня лагает игра. Дичайшим образом. Вот этих бы снять. Хотя бы ослабить. Там оверлочи у кого? Ни у кого. Да? У кого есть АУЕ? Ни у кого нет АУЕ? Штурмяки, скорее всего, наверх должны будут бежать и снимать отсюда пацанов. Офицера с меткой, ну, в раннган и вперед. А тут просто перезарядка. Это бы хуже. Это хуже. Латкни в кого-то бур. Бур, 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 бур. В общем-то, можно. Но я не достаю, кажется. Я думаю, надо... Во-первых, пряток слона за полуукрытие для начала. Потом слоном же снимать значительную часть у мэка. Убивать снайпером этого мэка. Тут надо бы убрать стеночку. Я не знаю, кем ее убирать. Сто восемьдесят один. Слушай, а у тебя как вообще с уроном? Не очень, да? Голум поддержал ваш канал на сумме сто рублей. Привет. Да, привет. От государства впечатление, что сам рандом встал на твою сторону, а грязные сектоиды сами убиваются от твой отдых. А, вон, нормально. Каждый твой ход излучает силу. Превосходство и доминирование над врагом, ведущий к неизбежному концу. Точка, ты думаешь, что к победному. Но нет. Майк, you shall not pass. Спасибо, голум. Я вижу, что могу убить мэка метким глазом без практически штрафа на точность 99%. Револьвер начинает серию. Первый мэк минус. Лут из него выпал. Какие лаги, а? Но он не видит, к сожалению, нижнего мэка. Из-за стеночек, из-за угла, видимо. Кстати, я же могу попробовать им тупо использовать крю. И сместиться слегонца без... Да, ну так себе я смещусь. Хотелось бы туда прыгну. Оттуда можно увидеть? Нет, еще мне невероятно. Ладно, хорошо. Допустим. Допустим. Сопресс все еще работает, это раз. Ну вот смотрите, паладин здесь ничего не может сделать, кроме как перезарядиться и выстрелить. Ну или перезарядиться, сделать ранынган и выстрелить. Здесь большая разница. Да, здесь, правда, он флангуется. То есть он, скорее всего, подойдет куда-то сюда. И по мэку шмальнет. Давай ранынган. А, стоп. Это же его сопрессит. Опасно, опасно. Давайте тогда протокол нападения сделаем. На мэка. Это раз. Из-за сопресса лагает? Да нет, кажется, из-за частиц мелких. После взрывов и прочего. Видишь, все еще лагает. Так, подавление прекращено. Соответственно, я могу подходить здесь и добивать мэка. Восемьдесят шесть. Все-таки мэки там попасть не будут остальные. Готово. А их было четыре, да? То есть два мэка, два этих. Могу сопресснуть офицера. И, наверное, это правильно. И меточку поставлю. Вдруг там снайпер что-нибудь хорошего сделает. Можно попробовать еще Дмитрием Михайловым на раннгане подбежать куда-нибудь за фулковер сюда. И пострелять по тому. Понятно, что есть вероятность, что попадут по мне довольно хорошие от дальнего. Делаю огонь души. Не нравится мне вероятность 65. Пятерочку. Это, кажется, мимо щита, да, он наносит? Да. Ну и стреляю по этому. Точно не убью. Но урон нанесу. Хорошо. Ну, за сим все. А, нет, вру! Господи, у меня же еще один штурмаж. Которого, конечно, спалят. В общем-то, он может сюда зайти. Даже без раннгана. Или вот сюда. И спокойно того упыря добить. Подставится под щитовика. Но он фуловый и с армором. Или даже флешку кинет. Сейчас посмотрим. Я рискую спулить слева. Обнаружили. Хорошо забрались. Может быть, лучше и светошум кинуть на дальнего. А дальнего ты никак не убьешь. Пять, восемь и четыре армора. Не, никак. Офицеру не хочется тратить. На самом деле. Да ладно, трать. Трать, убивай и все. Можно было сделать лучше. Подняться хэвиком и засопрессить того. Правда, кавера не будет. Но ничего страшного. А, я же могу даже свалить тут. А зачем? Пусть у него лучше бонуса не будет по высоте. И так по полу... Ой, справа пак. Так, фланга вроде бы нет. Овервоч, отлично. Я бы даже сказал. Тема близка к идеальному. Сейчас нужно, наверное, идти влево. Стараться не пулить последний пак. Ну, потому что лут уже как бы выбили. Ранения и так уже были получены. Так, тут призрака июзаю. Это зачем? Проходим. Лутецки, давайте. Ультра-модули там какие-нибудь. Меткость 13, меткость 12. Фиговые модули. А вот модифицированный повторитель. Это, кажется... Кажется, тоже чушь. Так. Так. Тут можно с Run'n'Gun, в общем-то. Еще одна свободная перезарядка у револьвера. Но мне кажется, что не стоит. Не, надо верхним стрелять. 72-63. Или флангануть. Но я боюсь, что я пак с пулей сейчас. Да, ты его и так убьешь. Даже если здесь не попадешь. Но лучше попасть, конечно. Хорош! Пипец, или они делают промахи, стреляя в дальних, либо садить в свою рочь. Майк, это грязный читер. Так они это делают, потому что дезориентация. Хотя у этого дезориентации не было. И я с тобой абсолютно согласен. Делаю Run'n'Gun. Подвожу еще... Ой, можно было... Нет, не стоит. Обычный перезарядка. Дмитрий Михайлов. А, вот отсюда могу еще пострелять. Да, сделаю небольшой крюк. Револьвер с хорошей вероятностью постреляет. Ему тоже хорошо бы бежать. Скорее. А может, Хэвик сможет каким-то образом? Да куда там? Хэвик уже ничего не сможет. Давайте тогда протоколом... Я сначала револьвером стрельну. 84. Там броня просто дичь. А протокол-то тоже особо не поможет. Дмитрий Михайлов на шару пытается 40% попасть. Попадает. Шок. Такое бывает. Ладно, все, бежим. Это что у нас по количеству получается? 3, 4... Ой, в смысле. 7, 9, 13 на данный момент. Убито врагов. Си-си-кам-са. Кам-си-кам-са. Савабьян, мерси. Так, пак не спулился. Это очень хорошо. Но перед тем, как... Ладно, проверим. Справа может увидеть пак просто сейчас. Нет, отлично. Все, валим. Никого не потеряли в этой миссии. Да, ранения, но... Я думаю, что все будет значительно хуже. Такие стартовые данные были прям... Очень плохие. Так, тут тоже эвакуация. Давно начали? Да нет, где-то часов в 9 получается сначала трансляции. Так что совсем недавно. На эвакуацию ходов с запасом. Причем револьвера можно еще крюком подцепить. И он спокойно... Догонит и даже перегонит випа. Ну, по поводу перегонит я, пожалуй, погорячился. Хотя нет, не погорячился. Действительно, и догонит, и перегонит. Для снайпера, конечно, незаменимая вещь вот с этим... С крюком. Так, после того, как прилетим, надо, во-первых, вспомнить, что у нас там на базе. Да, вот, пак. Да, пак. Пак за углом, за домом. Или уже в дом зашел. Но уже не столь принципиально. Потому что прямо сейчас за три хода до гуфа... Ну, в смысле, да, до окончания... Мы с вами сваливаем. В полном составе. Круто. Круто. Орион589 говорит, ну, кто молодец? Боберу молодец, а вчера было уныло. Вчера я еще под конец подустал, и как увидел вот это вот... Я вчера на трансляции фейлил в значительно менее сложных ситуациях. Да, двух оставили товарищей. Два ранения всего, два! Одно, правда, такое ранение, а другое легкое. Вот, и когда под конец трансляции мне дали такие стартовые условия, что я как... А до этого фейлы были. Я подумал, что нет. Если я продолжу с таким настроем и подходом играть, то реально эта миссия могла бы стать для меня последней. Чумандра. Легкое и обычное ранение. Причем ранение у Дмитрия Михайлова. У штурмовика, который, собственно, и попал в засаду. Просто легкое ранение. Модифицированный повторитель тоже не топовый, 10%. Разведданных дали, ученого дали. Отлично. Так, а по инжам там свободных нет? Я там, кажется, их задействовал на... Да, деньги есть, но... Два, пять, шесть. Отлично, отлично. К следующей миссии я буду как огурчик. Что я могу сделать для тебя, командир? Чего там не хватает? Кристаллов Элерия не хватает. Привратников. Вот пси-усилитель нужен для Женьки, для психа. Она как раз сейчас трудится. Элерии нужен. Собирать. Так, мы не забрали поставку... Ох ты, еще разведданных предлагают. А где поставка у нас? 143. Да, вынуждены были ливнуть оттуда. Можно на черный рынок зайти, потому что, кажется, я туда не залетал после нового месяца. О, Женька теперь обучила способность крепость. Невосприимчив к огню, яду, взрыву, кислоте и прочему. Но там не было... Опачки. Разлом. Вот оно. Плюс обезуметь могут. Очень хорошее умение. Можно даже... Хотя там Дмитрий Михайлов еще 12 дней будет лечиться, да? 14. Пока не стоит тратить. Умиротворение, мастхэп. Я на дамаг, вы что? Ну что, разведданные. Это редкий ресурс. На разведданные мы можем и Иллерии получить. Поэтому, скорее всего, я... Копье лучше. А они, на самом деле, же могут потом снова появиться. Для финальной миссии Мунка Аватара. Для финальной миссии еще дойти нужно. Так, восстанавливаемся после ранений. Реет за материалами. Это хорошо. Это миссия, в отличие от прошлой, просто вот с такими стартовыми условиями классными, что... Во-первых, Евгения появилась у нас. А Брюса можно поменять на... Нет, еще Паладин не готов. А, Бобра можно взять. Бобер же вернулся. Бобер, Черепашка, два штурмовика. Хэппи, единственный Хэвик, Снайпер, Псих и Специалист. Отлично. Так, Специалисту только нужно дать какой-нибудь маяк-имитатор и Светошум. Потому что от него... Она стрелять не может. Способности юзают, но они бывают на КД. И хорошо бы, чтобы у нее такие поддерживающие темы были. Бобру доспех, кажется, я не сделал. Второй у меня ядра Иллирия нет. Поэтому я только с броней надзирателя буду ходить. А к ней... Пожалуй, надо для начала было снять предметы. У одного, понятно, криты. Но там и есть что-то полезное для штурмовика. Ладно, жилет нужно взять. Огренка. Кислотную надо еще Хэвику поставить. Вообще, второй крит нужно штурмовику нафармить на ядрах. Так, Дмитрию и Костюну даем кислотку. Ой. Пторопился. Бур для взлома, медикит, потому что медик, псих, да, хэвик, да, да. Произвести, может, что-то сможем. Нет. Истолкового? Вряд ли. М-бомбу надо было еще по эксплуатации. Наверное, не буду. Все, поехали. Поехали, говорю. С третьей попытки сейчас. Полечу все-таки. Илья, есть ли бобра? Да нет. То есть, можно его сделать, но вообще хорошая идея. И на самом деле не очень, потому что рано или поздно штурмовик окажется все равно без... Ну, с одной ячейкой. И в эту ячейку неизменно идет патрон. Либо это М-патрон, либо это... Кстати, а почему я... Я же М-патроны могу сделать сам. Я же их не фармлю, я их покупать мог. Зажигательную взял бы хэвик вместо плазмы. Урон выше на 3. Она не рушит преграды. У меня средства только рокет. Да, этот. Прилетели. Ну, можно попробовать. Я тестил, в общем-то, эти. Вот, и сразу тебе невидимость. Нет этого счетчика, который постоянно висит над душой и говорит, скоро эвакуация, скоро гуф. Так, это позиция для снайпера неплохая. Ё-пэ-рэсэ-тэ. Два сектоида, значит, все усилители можно сделать. Но лучше мне шарик третий убить. Так, сможет? Сможет. Ну, паков много. Я пока не хочу прям... ...их пачкой пулить. Так, ну, можно подбегать специалистам на холл. Все равно... Да, и вторым штурмовиком было бы неплохо. Посмотреть, нет ли там третьего еще пака рядом. Мы проходили такие темы. Что люди по 10 человек собираются в одном месте. Так, и у нефанды. Есть стасис, есть вдохновение, есть там огонь души стандартный. Доминирование, что самое главное. Хотя против... А, и Дмитрий Костин тоже выздоровел. У него массированы и три разные ракеты на выбор. Ладно, поехали. Смотрим, как они, куда они. Пак 2 сектоида Андромедон. А кодекс Андромедон... О, еще пак. Милишник. Это Мекк, да, по броне. И офицер. Плотность очень высокая, Бобров, конечно. И еще четвертый тут. Обычный. Да. Ну, эти хоть уходят. Ладно, один ход подождем. Посмотрим, как мы будем с... О, хрен из 2 ты подождешь один ход. Это аркады Михаил. Я знаю. Блин. Надо вроде тех и тех за... Цеплять. Это раз. Тут, наверное, протокол сделаю на штурмаша. А потом... Блин, не торопись. Бобра еще вернуть надо. Бобер сам вернется. Илюха есть. Тут АОЕ надо оставить. Хейковские АОЕ. Понятно, что можно кинуть кислотку, и все будет ок. С этим паком. Но там 4 человека, и там еще двое. И они с пуляцем. В любом случае с пуляцем. Ну, сделаешь вторую грянку. Да, давай кислотку сразу. Точно? Тогда что думать? Думать вредно. В Экскоме. Ага. Просто я отравлюсь, и кто-то сразу гуфнуться должны. А у этого самый высокий запас брони. Ну, сектоиды на своем ходу гуфнутся, да? Получается, по трешечке. А может и сейчас. Я не знаю, как действовать после пула. Да, сразу после пула будет действовать. Револьвер начинает стрелять. Угадал я с направлением, куда там Тромедон пойдет. Получает 8 урона сразу в жбан. А сектоиды что, будут делать что-нибудь? Нет, похоже, что... Похоже, что нет. Почему дальний пак не побежал? Не задавайся вопросами неправильными. Убивай тех, кто у тебя тут рядышком. Может, на Тромедону встать из тогда? Зачем? Скажи мне, зачем? Просто ты на него ставишь метку раз. Добиваешь. А во второй фазе он уже... Укрытие, не укрытие, все равно будет получать фул. Тут протокол все-таки на хэпи, потому что полу-кауэр. Здесь, скорее всего, сделаю сначала огонь души, для начала. И теперь уже разлом и добиваем. Появляйся уже, давай. Да ладно, ты не видишь его просто? Может, заблокировать его тогда? Ну, как, не видишь? Может, ты видишь его все-таки? И не видишь. Протокол блокировочки. Панцирь сейчас выключим. Сектоиды сдохнут. Минус пока в том, что конус особо не пригодился. Да, ломаем. Ломаем его полностью. Я тогда не буду фантому палиться. Ё-моё! Понеслась. Все-таки таким действием я спулил. Револьвер начинает стрелять раз. Револьвер продолжать должен стрелять два и три. А потом еще, не поверите, четыре. По щитовику попал. Он там толку вообще никак... О, неплохо он, Мэка. Не, он только по двоим. Так, а что мне предлагаете? Я предлагаю тебе светошум кинуть на трех дальних. Для начала. Да, потому что ты... Как ты, Мэка, будешь убивать? У тебя снайпер без кавера. Такси, кто еды лесом? Да, Мэка, ты и так не убешь. Да и не факт, что Мэк опаснее, не опаснее, чем вот эти вот трое. Хотя там снайпер будет стрелять. Кого-то из них... Хорошо, допустим. Допустим, ты можешь подойти Михаилом, скажем, да? И пострелять по Мэку. В любом случае, ему нужно подходить, правильно? Правильно говоришь. И оценим вероятность попадания с дробовика на такой дистанции. 87, неплохо. Тогда, наверное, просто Мэка убиваем. Давай. Еще ж Крит может вылететь, я этого не рассчитал. Хорош. И светошум на дальних. Пофиг на то, что маскировка спадет. Просто по факту получится, что никто из оставшихся, сектоиды падают, те дезориентированы, этот оглушен. Не могут нормально действовать. Это раз. Это два. Это три. И там три дезориентации. Давайте. Прибегайте, стреляйте, пытайтесь попасть. Хотя, если двинуться, еще револьвер, может, надеюсь, постреляет. Есть. Вообще калькуляетит, короче. Все рассчитано. Все. Минус один. Следующий. Все, стрелять по хэвику под протоколом защиты, будучи, ну, безнадежности, видимо. Ну и щитовик делает, вы не поверите, щит, но его не пробьет с нами. Нужны бронебойные патроны, чтобы одинаково хорошо работать и по мэкам, и по щитовикам, и по привратникам. И по тем же самым сектофодам, в конце концов. Ох, кто там взорвался? О-о-о-о. Перезарядочка пошла. Ну, конечно, в первую очередь хочется убить человека, у которого... Который всем щит поставляет. При этом... Не бежать на него еще. Там овервотч, но он действует только... Стоп, а что я могу? Как я могу? Может, мне психом лучше? Да, только ожога души нет. Ты его можешь под контроль вообще взять. Сейчас проверим доминирование как. Мне в любом случае разведчик не помешает. 69. Пробуем. Интересно, щит уйдет, если я его задоминирую просто? Задоминировали. Сейчас проверим. Не, щит остался. Ха! Гады! Ладно. Я буду стрелять по панцирю Андромедона снайпером, потому что... Патроны. 19 урона, господи. Кем добивать? Бобром добивать. Бобер же еще неопытный. Убежали, Бобром. А, он даже не видит. Так давай его режь просто. И побегать можно. И сопротивление атаки еще одно. Давайте по копеечку аккуратненько постреляем. 60. Тоже крит. Что-то прет у меня сегодня. Прям прет. Прям не могу. Прет. И все. Так, ну остались полканы, которым, в общем-то, не важно, кому опыт. Они просто берут и убивают. Молодцы. Слева. Слева кто-то, ребят. Сейчас я проверю. Я же не могу-то уши подвести. Даже слева и сзади, я бы сказал. Да. Не может такого быть. Нет, там никого. Вроде как. Мистика какая-то. Ладно, щит идет на разведку. Работа у меня такая тяжелая. Работа у меня такая тяжелая. А тут, видимо, а тут, видимо, из-за ивента. Так давай ломать его полностью. К хэвикам надо как-то его приструнить. Ну, кавра нет. Для хэвика, ё-моё. Мне можно подойти, конечно, рокет закинуть. Рокет туда встанет. Там сэплай, правда, сразу. Хотя практически нет. Да, я лучше поснимаю у него армор. Вдохновение можно сделать, кстати, на снайпера еще. Так, тут элитный. Щитоносец стреляет по своему собрату по флангу. Попадает, критует. Ребята, это дрим-тим просто. А тут я хотел сделать разлом на привратника. На твоей ордер. Зачем? Потому что могу. Может, конденсатор лучше? Нет, не лучше. Разлом не стоит делать. Просто потому, что его на этом ходу никто не поддержит. Лучше маскировочку. Давайте вдохновение на револьвера. Любопытно. Ему дадут полное действие или половинку? Кажется, половинку дадут. То есть я без толку это сделал, но хотел проверить. Насколько целесообразно. Обычно... Да, это абсолютно не целесообразно. Бывает. Тут потихоньку обхожу. Вроде бы привратник видит только... Давайте протокол помощи на себя. Потому что привратник видит... Неинтересного мне щитоносца. И видит еще, к сожалению, слона. Поэтому я протоколирую эгоистично. Мэг слева все-таки. Так, подлетает. Что, фланг что ли? О нет. Ауе, кажется. Ой-ой-ой, нас тут трое. Четверо. Нехило. Псих паникует. Глухая оборона. Жесть. Вот тебе шар. Надо разбегаться в разные стороны. Было от него. Капец. Бестолковый шар. Бесполезный, да. Шар, видите, какой оказался на проверку. Падает мой щитоносец. Кто теперь мой щит будет носить? Смотрите, какая ситуация. Я должен убивать шар. Начинаю с разрыва. Конечно же. Чтобы зомбари упали. Тут... Не факт, что где учить твой армор. Тут я подгораю вообще. Может быть... Ладно, давай гренку. Гренка хреново. А вот так сможешь... Сможешь так по своим. Не, а так своих не заденешь. На укрытие снесешь. Все равно разломаешь дофига всего. Что ты хочешь? Я хочу снять хп у этого упыря. Так сними штурмовиком, например. Все равно оттуда валить надо. Возгорел, Михаил. Да, но я тут... Из-за возгорания... Хорошо, что я оттуда ушел. Так, шара больше нет. Копейщика. Просто стреляем. Минус нули. Овервотч. И остается там... Щитовик. Да, только... Сейчас было бы неплохо подлечиться, на самом деле. Я разбегусь под разные каверы. Это Овервотч. И с богом. Ну, щит, который... Там, кажется, еще один обычный. Я вроде как... Сейчас увидим. Да, щитовик бежит. Получает от хэвика. Пушки у хэвиков старые. Броню ломает. Урон наносит. Но тот стреляет. Да как? Откуда? Почему здесь укрытие-то нет? А после взрыва машины, видимо, укрытие ушло. Капец. Сейчас слона могу потерять. Нет. 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 Но это еще не самый жесткий случай. У меня было, что после взрыва машины рушилось укрытие, которое находилось в полу... Хороший был специалист. Очень хороший. С разломом. Блин, так... Нелепо. Твою мать. Вижу, второго я хотел как раз, чтобы... Так, давай лучше серию. Раз. Чтобы Overwatch у меня был снайпером. Михалыч еще горит. Блин. Но он не видит меня под маскировкой-то делал. Опять баг. Раз. Два. Хотя можно было угол делать. Повторюсь. Завеет. И слева еще пак. Мэг. По звуку. Андромедон. Какой мэг. Стреляет на овере превольвер. Тороплюсь я зря. Попадает еще... Удивительно, но факт. Попадает псих. Там еще кодекс. Мне же нужно кодекс захватить, да? Или нет? Нет, пока такой задачи вроде нет. И этот спускается. Господи. Из пулина, что ли? Вот я серию зря профукал. И опять полу-ковер. Ёпперес это. Так. Я думаю, надо сейчас Стасис делать. А. У меня есть угол все-таки. Да, Стасис откатился. Я просто убегаю и... Стасис... Андромедона. Ну, что за такой промежуток времени я не смогу справиться со всеми. Так, здесь я сразу палюсь. Увы. Кодекс по-хорошему надо снять. Ладно, у меня будет ход. Я его сниму. А ты его можешь не снять еще. Ну, как не с него? Сниму. Там же крит бешеный, 114%. Поэтому сниму. Положили кодекс по пасты. Это же я. Соответственно, слева у нас проблемы нет. Проблема есть справа. Здесь просто перезарядка. Но явно нужно делать вот как-то так. Как-то так. И, возможно, даже нарезать тут. Если, кажется, у этого штурмовика как раз есть жнец. И он сможет неплохо пройтись. Хрен из два. Жнец. Жнеца нет. Ладно. Тогда получается здесь угол. Получается так. Так, а что тебе-то делать? Полу-кавер. Можно одного убить и отступить? Можно, в принципе, отступить. Желательно под фул-кавер. И при этом еще стрельнет разок. Вот отсюда, судя по всему, неплохо зайдет. Но я и так палюсь на следующий ход. Поехали. Один патрон из снайпера? Отлично. Отлично, я угол сделал. Тогда нужно добивать солдата. И валить отсюда, к черту. Подставляя... Подставляя... Не, нельзя валить. У тебя, наоборот же, сейчас еще защита от следующего выстрела есть. Неуязвимость. С богом. А, может, хэвика просто уберем? Неплохая же тема. Ну, чего там? Снайпер одного снимет. Я надеюсь, этот будет бежать обычный. Даже вот так вот сделаю. Чтоб никого не видеть. Ждет Андромедон под статисом. Раз. Здесь подходить должны. Подошел второй Андромедон. Не успел. А вот этого снайпера должен снимать. Шикарно. Бах. Надо специалисты искать на черном рынке. Проще всего, конечно, убить. Дальнего Андромедона. Но... А этого, скорее всего, Ильей отвлекать в ход. Хэвик абсолютно не нужен. Блин. Возвращаюсь отсюда. Не хочу я с тем сражаться. У него армора больше. Да, поэтому, типа, ты попадешь, конечно же. Да, здесь Илюха. Скорее всего, заводить наверх нужно просто. Может, Илью поставить так, чтобы оба Андромедона видели. Сможем мы такое место найти? Да, вот здесь, например. Кидаем иллюзию сюда. Психом. Просто стреляем. Можно даже, кстати, обойти... Подойти с фланга, чтобы крит стопроцентный был. Как, собственно, и точность. Сто четыре процента. Бах. Семнадцать урона. С ума сойти. Один хит. Господи, один. Михаил, попади по нему. Сорок пять. Прошу тебя. Хорош. Ну, сейчас тогда и снайпер неплохо постреляет. Да, только не потому. А может, ты просто не видишь, потому что... Угу. Дай-ка мы тебя крюком сюда. Явно мешает. Вот, теперь правильно увидим. И с метким глазом стреляем. Бах. Штат с хитом. Отлично. Вообще, на мясорубке он может отдаться. Но я полагаю, что... Не стоит на это рассчитывать. А он выйти не может. Ага. А этот подходит по Илюхе, стреляет. Да, урон серьезный. Но хит остался. А это что? Не, может. Может. И... Да. Надо второго Илюху сделать. Ну, бобра тренируем. Причем, бобер должен... Не факт, что должен. Да, постреляй, бобер. Хорош. Перезарядиться надо было тебе перед тем, как... А дальше-то что? Светошум на второго? Он уже близко. Пожалуй, да. У меня люди по нему не стреляют. И не видят, и не стреляют. Прячу я, народ. Тут овервоч. Тут овервоч. Тут светошум. Да, Михаила как раз с флангом можно обойти. Может, ты его подсопрессишь, что ли? Пусть Хэвик лучше его. Да, давайте его подсопрессим еще. Это не нравится мне. Такая тема. Поехали. Дезориентация с флангом. Сопресс ориентировочно последний, но я потерял слона. Блин, все равно... Да нет, как он попадет? Он не попадет. Как он попадет? У него там... Невероятная вероятность. Все, теперь Хэвиком снимаем... Разломом у него армор. Давай. 83 раз. Снайпер опять не при делах. Вот отсюда типа сможет. Тут обычная перезарядка, господи. Вообще, я Стасис лучше. Сделаю на него, не буду рисковать. Но только после того, как подэмиджи его хорошенечко. Стасис-то пройдет? Пройдет. Отлично. Тогда стреляем. Первая фаза закончилась. О, безжалостность. И лут. Что немаловажно. Беру лут. Два ядра Иллирия и модифицированный повторитель. Ядра Иллирия важнее, потому что я сейчас должен арморы делать, броньки всякие. А-а-а-а-а-а. Вы понимаете, да? Из-за того, что я подвел товарища, это перестало видеть... на класс чем так а воодушевление есть во души не есть черепашка давайте черепашку просто подставим ниндзю и отведем просто нашего друга то есть воодушевление на михаила вдохновение у него же один удар там и блочим постреляем из пистолет ну и так формальность крики фигасе на 9 формальность от револьвера хорош давай андромидон твой ход слона жалко давай давай атакуй покажи что ты можешь неуязвимость так михаилу там хотели спидать его тут убьют легко без моего участия эти хэвиком снимем часть и и добьем уже бобром но очень нужен спец прям очень нужен спец толковый либо за деньги либо за разведданные готово может повышение дадите да это последний опять же миссия обещала быть легкой а по факту потеряли одного и получили три ранения жуть просто жуть сейчас скорее всего я даже буду форсировать лечение и пролечу на черный рынок и на свою базу 3 ранения и смерть слона потеряли мозг кодекса 5 ядер и лирия 5 ну и модифицированный повторитель сплавов много лириума много и материалов много очень круто да только 700 там бабла 700 пацаны сейчас я у боец боец тут бойца можно взять за пятерочку даже пусть это будет не специалисты но все равно боец который вот прям точно боец вскрыли андромедона что даст неконтактные мина ее нужно конечно копье купи да все нормально что за боец специалист полковник сакура извините меня хауаши сразу полкана что за халяву прогресс аватара на единичку боже локерок все по скилу незначительный прорыв но это так я хотел посмотреть что в штабе ученый инж нет не нужно мне это хотел подлечиться и хотел посмотреть что по модулям какие мне в принципе нужны там кто-то без дела стоит кто без дела или неполная численность персонал без дела а псилаба и этот и зону испытаний вот зону испытаний конечно же нужно было все таки нагрузить вопрос только чем экзокостюм для хэвика у меня один есть но костюм при 2 призрак надо сделать а дальше уже брать что-то отсюда боеприпасы скорее всего бронебойные искать экспериментальные тяжелые можно посмотреть а вот еще экспериментальное оружие так надо отменить экспериментальные тяжелые и сделать просто экспериментальное оружие для модифицированных бронекостюмов далее смотрим что за специалист предохранитель у него о неплохой предохранитель взлом 80 меткость 80 повысить взывание но делаем последовательно кой нет полевой врач огневая поддержка меткость хреновая это можно поправить так даем ей оружие гремлин да нет кит да и бур вот уже получше персональный боевой на точность уже неплохо 103 вместо 80 можно произвести снайперскую винтовку кажется уже опси усилитель до материалов не хватает чуть-чуть или пушка для хэвика две раковины превратник надо по снайперской убрать вот за 500 материала так я не собрал же нет ресурсов не было на черном рынке можно что-нибудь купить разведданные а в разведданные я не дособирал меньше дня осталось и потом на черный рынок 46 повышает доход от региона это лесом идет на черном рынке мне нужны модули меткость пятнашку частности опа сплавы можно поправить продавать приклад за 46 продам сплавы в таком количестве в данный момент не нужны поэтому я использую для того чтобы да улучшенный расширенный магазин надо брать по разведданным халява но это топовый магазин то есть плюс 3 далее далее что появилась бабло даем топовую да топовый винтовочка снайперу хорошо материалы остаются я наверное сразу же еще в партизанской школе возьму снайперу об смертельный выстрел доп крит урон может быть даже молниеносный удар дропы говорят да ладно опять сегодня проблемы у нас до дропа у провайдера моего клевые проблемы хотя может быть и нет ну там разбирается уже надеюсь нормализуется да с фонариком винтовочка это сама винтовочка можно было бы сделать еще сильнейшие взрывы чтобы у хэвика урон возрос но тогда у меня материалов будет не 322 а я лучше оставлю это число красиво если серьезно не хочу доводить ресурсы до числа значение близкого к нуля потому к нулю потому что вдруг защитная матрица понадобится так лечимся сейчас более удачного времяпрепровождение я не вижу надо дождаться пацанов я не дождался пацанов две цели инж добавляет безликих или материалы крисолидов добавляет крисолидам надо лететь конечно же так кто у нас доступен там фигово раз мне муну дают три человека не вылечились брюс ой 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 все очень плохо все очень плохо ладно есть револьвер с такой пушкой смотрите вот это пушка было 6 8 стало 8 10 и все и все обвеса у него только на меткость плюс 5 не хватает кому размер магазина кому же размер магазина не знаю кому тут нужно вообще 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 ну ну так так у хэрика нормального нет можно ему армор конечно дать ах не дам стоп а где патроны которые вот патроны есть два штурмовика два снайпера специалисты хэвик бур есть хил есть расправимся да ну ладно прорвемся вообще мне кажется что идеальная команда это 4 основных и два психа то есть каждого человека по роли и два психа вкачанных и все и шикарно будет самое универсальное такое то есть взлом хороший нужен блокировка оглушение урон там снайпер хороший нужен хэвик безусловно штурмовик тоже в определенных ситуациях просто великолепен снайпинг снайпы не очень гренадёры тащат окей зоперон специалист который базу с сейвами висш мастер нет связи вообще никакой у нас есть 8 ходов необходимо сюда пройти вижу что я вижу пространство открытое влево смещаться не стоит я думаю надо сразу вправо уходить к этому дому скорее так черепашка донателло первая идет она маневренная просто мобильность плюс 4 никого не видит что там не напоминает фулкауэр а по кодексы архонт опа три мирных змея и андермин и слева еще что-то кажется нет этого хватит эх я бы снайпер конечно поставил да и ставь ты оттуда ты все простреливаешь тут берешь и ставишь если хочешь сразу тебе возвышение никаких проблем с укрытиями да давай на полный ход двигаемся ну могут заметить не хочу второго снайпера буду подводить у него грэпла нет один ну поехали так один пак ушел я полагаю что надо просто брать мочить архонта метким глазом вперед и давай сдвинемся туда штурмовиком заодно и увидим есть там еще паки или нет нету там больше паков в ближайшем ну поблизости по крайней мере я стреляем по архону конечно стреляем 84 меткий глаз давай нападаль бах 13 уронов вжбан половина хп же окей дальше напрашивается конечно тут грен какая-то чтобы взорвать машину вместе с кодексом и при этом надо еще смещаться вправо добро неплохо так руши все ломай дропа говорят а что я могу сделать не дропов говорит гробопласт дропа это у стримера я их вижу как ты можешь говорить что их нету что за наивность такая а паладин то какой уже и где кодекс вообще кодекс глупился сразу неплохо добиваем архону тогда там разбирается уже я прошу прощения за технические сложности справа мэг насколько я слышу как-то поразительно мало народу подходим да это хорошо правда снайпер ни черта не видит видимо из-за счета или из-за там еще чего-то подводим ближе черепашку разведка а вот еще пока да тут уже посерьез не будет пробую вышку взять девушку а у вышка эта тема согласен увижу ли я щас и я не увижу это плохо револьвер на overwatch в любом случае надо их пулить снайпера этого тоже на overwatch брюса на overwatch паладину поближе поставлю тоже на ну револьвер должен фактически стрелять сейчас то есть подсвечивает маскировочные если они ходят если они движение какое-то делают то револьвер должен реагировать на такую но они не ходят точнее мы не видим видимо все что нужно видеть ох уже близко снайпер опять ничего эти проверим что по взлому раскрывает позицию ну хороший баф такой на весь отряд на за 58 сделаем после того как а мы также уже спалины главы чтобы маскировка да давайте сразу делать чего чего уж тут протокол помощи пожалуй на черепашку взлом сюда да как не понял что-то вот в час я не понял как протокол помощи меня спалил причем он даже не спалил маскировка то осталось дрон спалился ни разу дроны не палец до этого не удается тревога на карте да 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 прошлом миссии говорят также протокол спалил ясно мне внимательный тут маскировка не спала можем по мэку пострелять мне кажется надо бомбить просто брать бомбить по чтобы они падали чтоб тут да только рокеты не от нормального только кислотный дело кислотную тогда чего нахреново кислотную делать они не упадут тогда и стенки не сниматься чисто теоретически огранку докидываю конечно я надеюсь до докидываю тут тоже фокус не совсем ее накидываю кто опасней мне стенку лучше убрать из-под майка трех теперь видит снайпер давайте тогда попробуем сделать да ё-моё ну как так-то может хэрик зря ерунду еще сделал конечно ерунду стреляет мун попадает точно дальше то ли серия то ли не серия то есть если серия то я неплохо или просто углом просто давай угол там еще могут появиться гады этим мы как раз будем его убивать и отступать после убийства что хит остался что людьми по пандос ладно протокол там есть здесь андромидон плюс змея пулятся бегут может снайпер там все-таки как-то нет нет но эти следующий ход в любом случае меня больше интересует вот эти вот 3-5 человек которые остались 15 урон это явно по мэку минус майк вот еще второй пак архон с этим с кодексом тоже овервотч хорошо что угол поставил бах 5 но будут действовать милишник а самый опасный милишник сейчас а как да давай 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 мэк добивает револьвер а 16 это получается по щиту он попал у кого он 16 а это это был кодекс кодекс помер на 16 прикольно да это был кодекс больше некому щитовик делает чита вот самое главное что сделает мили то есть он побежит скорее всего на штурмовика но вопрос попадет не попадет сейчас он как раз собирается с мыслями револьвера никаким макаром не убивает учитывая то что там щит и хп полный но то он не туда побежал плохо баланс хорошо хорошо так ну тут напрашивается конечно к щитовику но перед этим конечно хочется хочется все таки все таки снять ничего не получится тебя снять тут может паладином порезать трансган можно сделать раз-два убьем тогда точно данный змею пофиг архонта добьем сначала черепашками это сделаем раз флангую просто щит 104 крит раз дальше я попробую его а я его не вижу да протокол защиты не могу сделать тут да что делать пархонта стреляем 77 мудом добиваем его соответственно метким глазом 77 меткий глаз погоди-ка хэвиком бы закинуть мет точку этого протокол нападения мочить да может даже илюху сделать не нравится мне то что там так щит же надо было убить сначала вот почему я щит не убил кто знает был бы проще ведь значительно проще гарантированно я убить смогу с ранган ну как гарантированно с высокой вероятностью добегая куда-нибудь сюда и убивая щитовика выпад конечно него можно сделать когда без ильи не обойтись а почему у тебя же нормально надо резать учитывая то что пассивки есть надо резать все щит убрали перепа змея можем пострелять неплохо для же действия сейчас еще будет что штурмовики животворящие делают илюха илюха как можно дальше прикрывать дальше протокол нападения на архонта стой погоди а ты же а серия ну прям никак серию можно но она быстро закончится слишком быстро может лучше оглушить его чтобы дезориентация еще была да не буду рисковать вдруг снайпер реально не попадет сейчас это будет жестко хотя как он не попадет он гарантированно убивает ему же не с метким выстрелом это делать господи туплю так можно было протокол атаки и все архона в общем убили илья привлекает внимание двух людей слева причем перезарядить и овервотч причем там у штурмовика который ближе всего ну не ближе всего у него защита такая у него все равно обилка что не позволяет короче они по илюхе будут стрелять бах а вот змея скорее всего будет вытаскивать этого штурмаша а он неуязвим да мясорубочка мимо обхват будет действовать на неуязвимого ах да не работает опутывание не удалось так три хода осталось до конца здесь конечно нужно отлично антроминдоны видим здесь нужно снимать армор скорее всего кислоткой змея от кислоты умрет чтобы веками врываться ну одним врываться и передатчик уничтожать желательно под маскировкой кислотный ожог отлично а может и не врывать ну тут халяву ну тут халяву змея гуф змея гуф подходим убиваем андромидона 73 к сожалению попадание сейчас штурмашом не так не стоит делать я лучше его обойду вот таким образом то есть и к точке поближе и фланг будет трое обычных и привратник а у меня тут блин кавров нет ладно штурмовиком скорее всего надо будет наносить смертельный удар по андромидону чтобы получить дополнительный ход и неуязвимость для того чтобы это произошло мне необходимо довести его до нужной кондиции скорее всего вот так то есть отступать я не могу потому что я подставлю тогда того же самого саппорта вот а так я гарантированно убиваю андромидоном это раз получаю неуязвимость но огонь дальше стреляем по андромидону да тут серия не вырисовывается вообще никак так но если мы сейчас андромидон и еще да андромидон это мы тут неплохо коцием сейчас серия будет попал на 10 молодец он начинающий вообще снайпер и продолжать продолжение не будет а тут мы гарантированно андромидона добиваем и дальше можем еще сделать выстрел урисовывается пошла серия это раз без меткого глаза потому что и так справимся у нас андромидон раз а вот дальше проблема потому что без без меткого глаза мне не удастся нанести такое количество урона чтобы да хотя я могу ворваться просто жнеца врубить и пойти туда нафиг резать или с running gun подставить второго штурмовика ой-ёй-ёй-ёй ладно, змея умрет тут фланг вот этим штурмовиком нужно явно валить тоже отсюда к чертям собачьим что у тебя по удару-то вообще 7-9 не айс можем снайпером, конечно, снять тогда у него тоже будет ход ну как можем снять если попадем тут нельзя отсюда хотя можно отступить может он просто змею убьет и все ну че париться-то давай нет исключительно нужен для бафа которого у нее оказывается нет да, у нее есть неуязвимость но в общем-то все очень интересно ну давайте попробуем серию все равно меткий глаз 50 на 50 все равно он не убьет он не убьет хотя погоди он может прыгнуть сюда на халявку а давай может там угол будет другой может там дистанция будет поближе может быть может быть может быть а то только привратник ха ладно, стреляй штат 1 ну все сейчас будет жесть сейчас будет жесть у меня один штурмовик фланг один выстрел он переживет его видит привратник его видит привратник надо сбором а привратник так шмаляет может может мясорубочка хорошо ой он что-то колдует зомбарей аое но там народу не так много вместе стоит двух за денег может неуязвимость неуязвимость ну и осталось трое вот этих вот упырей да, они постреляют но у них фланга-то нет это первый промах по фулл кавру это опасно два промах ну и штурмовик в любом случае выживет получается уже это три кавер крита не будет в любом случае простая игра правда штурм флангует флангует хэви кармор снимает револьер видит только одного тут можно кстати еще сопреснуть мне тут нужно просто стрелять почему стрелять потому что броньку надо снимать не факт что ты попадешь а это да мудом подхожу может светошум докину может быть а может быть и нет так черепашка черепашка я думаю фланговать надо всех то есть просто бежать убивать как ты будешь убивать жнец не работает вот в чем проблема мне надо сопресить надо все-таки сопресить привратненько привратненько почему забей просто метку ставишь сопресишь вероятность очень низкая попасть была так далее как хэвик у меня прикольно стоит тут обычная перезарядка бестолковая штрумьюкам надо бежать наверное все-таки сначала мелких убить то есть зайти как-то без фанатизма вот так раз во втором скорее всего с ранган элитный солдат раз бах ходы есть я понимаю сейчас просто не не в тему их тратить на надо специалист подводить потому что там же взлом еще правильно 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 ранган раз и у вас штурмовики сильно не боятся потому что у них опять же будет неуязвимость сейчас ой там зомбарь поднялся я вот этого не заметил бах это минус два сейчас еще ход будет кстати можно как-то перегруппироваться здесь по привратнику стреляем вах крит вот это да да там же крит теперь не 10 а 20 после апгрейда соответствующего черепашка за фул я боюсь спулить но перейду лучше за фул кавер потому что не сильно боюсь муном просто спрячусь специалистом скорее всего вот сюда и вот сюда чтобы на следующий ход уж прям ломать глаз обходит получает под сапрессом промах подходит к штурмовику мясорубочка его штурмаж ну там 7 армора вообще 8 урона в смысле да наносит типа а единичка только проходит но он неуязвим то есть сейчас будет выстрел с фланга типа или что он сделал что он делает воу клешни свои распустил неуязвимость правда сейчас зомбарь специалиста может а по кому-то по фулкау нет поэтому же блин беда может попасть держимся зомбарь дойдет скотина ну они там что 8 урона да шарик комп сломал да ладно все шарик сломал компьютер капец вы видели вот это да вот это провал все вот это стреляем раз по привратникам да ладно только не убиву кританул гад сейчас второй раз мы его добиваем только отступим штурмовиком ребят ничего не мог сделать шар слишком крутой не я лучше к этому подойду а там сам там курок видимо был раз медали еще действия рейдер мы в курсе зачем стреляю непонятно мог бы хотя протокол все равно тот тот же эффект имел бы блин а как ему снять то эти давайте в винтовочке снайперской все-таки нет уж господи какой же привратник плотный а и че могу сделать ну попасть черепашкой привратнику может мечом его а мечом как бы поешь ты получать 54 нет мечом тоже не очень 58 давай ладно попаду ех лут ну хоть лут возьмем это последний задание провалено не материалов нам не дадут и крисолиды будут ползти провал у бога и на шарик конечно блин сколько мне дроп разойдется через полчасика плюс-минус отлично ладно еще потерплю если нет то льву ранений нет ядро улучшенный приклад в топовый приклад и кэш данных пришельцев тоже сейчас исследовать надо приклад приклад да вам не удалось я понял это понятно давайте я все-таки сделаю зал теней квестовый будем двигаться уже потихонечку к залу теней урон гарантированный кому возможно специалисту нет точно нет подкину игре нет а да я хотел психом дмитрий михайлову получается правда с нами не ходит но он может магазин плюс 3 можно дробашу можно михаилу да скорее всего так и сделаем топич зал теней я в курсе что не поставил инжа у меня инжа нет свободных да любой враг повышает доход от региона я где-то там что-то не дособирал кажется на черный рынок вроде летал давайте наверное вышку доделаем а вышку я и доделал всего 80 разведданных стоит подключить и тут объект новый можно мочкануть а я хотел исследование сейчас изменить вот что нужно сделать сейчас там разведданные все-таки нужны кто-то без дела все лаборатории ранен кто-то нет кто не ранен ну в смысле ранен наоборот поэтому и не ну после крисолида давайте это сделаем вскрыли крисолида адский узор новый предмет поджигает добавляет здоровье наносит ответный урон и расшифровываем кэш данных внизу показывается говорит что можешь собрать контакт доход понятно тогда все нормально возвращается костин гусева совет говорит что все не так плохо дает бабло но немного два события безликий аватар и ресурсы сопротивления я бы на ресурсах все-таки остановился на игноре зона испытаний готова костюм призрак для второго штурмовика у него даже не столько возможность проходить сквозь сколько показатель там у ворота да если сравнивать со стандартным броненадзирателя и призрак мобильность больше уклонение плюс 25 ну и там крюк так а михаил а патроны мы фармим еще да у михаила беда снайпер тоже хорошо бы этот армор сделать так восстановились все и как раз миссия от совета материалы разведаны много зимний бог зал теней строится там будут соответственно исследования при приоритетом идти кто мне здесь не нужен мун не нужен ориентировочный игре андреевич тоже не нужен да и паладин не нужен мы берем хэпича мы берем бобра и псих 1 снимаем предметы снимаем броню и идем постепенно оснащение во-первых кислотка зря я так сделал это да почему-то не у черепашки ниндзя не призрачная броня патроны правильно оставляем бобер тоже не молодец у него илюха будет наверное хотя лучше патроны конечно а может я тогда м патроны сделаю м бомба могу патроны синий кран вот они давайте но все таки штурмовики они дпс они могут любому объяснить м патроны у револьвера еще женька как раз берет всяких илюх и светошум все усилитель пока не могу саппорт есть взлом есть да 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 кажется улучшение оружия хотел еще сделать урон при промахе двоечка у гусевой шанс доп действия меткость плюс 5 нет толковых нет где слон где револьвер ну вот револьвер а слон умер позаброшной миссии поехали да 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 ну сейчас по крайней мере у нас топовый псих все пацаны которые которые только могут принять участие они участвуют захватите или ликвидируйте вражеские випа лучше конечно захватить зато девочка новая в команде да кстати девочка стала побольше во первых черепашка ниндзя слева девочка это специалист да у нас новый и не фан то есть нормально уже а то пять в шесть мужиков летали на миссии и ну что это такое не серьезно надо еще псиусилитель прогрейдить как бабло появится после этой миссии вроде как привратников у нас уже хватает ооо достаточно близко находится вражеский вип эвакуация тоже весьма френдли не на крыше где-нибудь где ломается 12 ходов дает прямо в соседнем здании есть предложение есть предложение не сворачивать с пути и прямо четко о бежевушку на захват оп прямо по курсу андермидон два пока андермидон два архонта и милишник опа вот это хуже такой одинокий мутон с ними одиноким архонтом три пака сразу три пака сразу так я хочу попробовать поломать но кажется я не успею не увижу просто взлом так и есть поэтому подхожу к фулкауру эволю эволюер пусть стоит можно этого задоминировать мутону у них резисты вообще не очень поэтому я попробую его в следующем после того как с пулем мы паким так налево идут можем взрывать здесь абсолютно спокойно все особенно если в верхнем потянутся ох ты ж ежик хотя можем начать с левых на самом деле давайте начнем с левых просто по архонту 78 раз бах ща пулится берем мутоны себе главное главное чтобы верхние не подошли да верхние не подошли ой я там на верхних палюсь в следующем ход только сейчас увидел так есть тогда опция сделать стасис и спулить раньше не надо спулиться на твой ход и все захватываем 94 мутона не свистите денег не будет пекан так мутон под контролем красавчик так здесь можно архонта убить поставить на него меточку и спокойно добить кем-то мне не нравится черепашка может я на крышу прыгну да давай проверим мне любопытно такое действие будет считаться глаз неужели меня не заметили да не заметили ах халява сэр ах класс так но здесь добиваем я надеюсь добиваем архонта сто процентов то и у меня в результате минус архон мутон считается говорит курагейн ну бас вообще о легкий курок свободное действие эксперт опять в чатике такие вообще эксперты я в шоке просто от вас а слушайте я же за фулл кавером вообще был там пофиг считается не считается не считается то есть ой зря зачем у этого же маскировки не было такой фейл твой уж мете наверху спалился что ты делаешь вообще капец тут валить надо там шар на втором этаже блин такую хрень сделал и вот и вот и вот 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 и там еще пак щас пулем да ему надо свалить отсюда под фулл кавер даже не дезориентировать ничего оставлять штурмовиков и просто валить это какая разница тут видит всех вообще полу кавер не полу кавер да расслабился расслабился тороплюсь из ориентацию на андромедон и делаем там эмили и архонт и собственно сам андромедон а я тут под полу укрытия ли вообще из ориентации ну хоть не фланги блин за ковр уходит overwatch отлично тут фланг будет сейчас просто по штурмовику а перья ой молодец какой а мог бы стрельнуть по штурмовику с фланга но это уже не фланга нет просто стрелять будет просто фланг не критует просто просто критует капец не дай вы сейчас еще штурмовик поэтому же не не поэтому же да ё-моё 10 хитов блин ладно главное живы там овервотч который мутону можно снять хэвик тоже двигаться надо по нему будет стрелять давайте мутону подставим мутоны и гренки попробуем им или сопреснуть стреляет по мутону андромедон может и остановить кстати мутона 14 вылетит и все разрыв так мутон жив вот он жив и мутон кидает гренку на андромедона фармор стенка бах что у нас тут по вероятностям ты его гарантированно убьешь убивай неуязвимость нужно это раз может попробовать сломать в любом случае отходить нужно от этого места поэтому я подхожу и смотрю есть еще хилка кстати пробуем сломать подкрепление или общий вид нет конечно же это чушь подкрепление мне совсем не нужно кого видит неудивительно но я хотел хэвиком еще по андромедону пострелять подскажем отсюда так снять армор а как я собираюсь этого убивать то не нужно обязательно убивать верхнего архонта он тут миллион людей флангует отступаю хэвиком нафиг надо стреляю по верхнему для начала там скорее всего снайпер подключится ахаха драйда вспоминает паха хотят проиграть сейчас да сейчас совсем не вовремя я мог бы я мог бы гасануть в серии но мне нет никакого глаза не гасану в серии ой как опасно здесь прыгать стрелять нужно а у меня же есть статис давай встать из тогда андромедона и все сразу будет попроще что верхнего архонта мы получается снимаем в любом случае я здесь я в принципе действовать могу снимаем может быть ладно давай так раз потом снайпер серия этого во второго и возможно штурмовиком добьем его серия верхнего об бах жив как один хит как ну тут как бы вы понимаете я отступаю и пробую не пробуя добиваю его так я серию просто в этом плане конечно помогает очень мод на количествах здесь черепашкой ухожу что мало ли что и так хп маловато тут два таких калеки ой укрытие нет но я надеюсь что он просто постреляет по в мутону этот а он не по мутону будет стрелять ой нет сейчас будет пап да ниша держись перья кавр убираю а неуязвимость я ж убил ха это было рассчитано приходит себя андромедон что здесь так как угодно здесь уже хэвиком подходим метку ставим армор снимаем андромедона это раз критулечка еще зашла может огоньком ее его то давай мимо брони что гарантировано после этого снайпером скорее всего начинаем лупить его можно было сделать угол но не хочу еще один скилл в кд ну а тут ломаем не не ломаем подхожу мутоном попробую попасть а у михаила им патроны да делаю сапресс проще заблокировать на самом деле того и а дпс выносить в вархонта двумя 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 модуль добивания используешь хорошо заходишь с зоной снайпа на 5 листов да кстати хорошая тема снайпер тогда непонятно чего избавляться от меткости от шести патронов или от трех перезарядок скорее трех перезарядок учитывая свободные действия после кила так хотя тоже можно поспорить я вплотную подхожу что прям вот прямо раз и два добро сейчас пара хилок делаем следующий ход следующие два хода понятное дело андромидоны добиваем михаилом причем все же надо двигаться вперед так я то лучше поближе подойду а то как то хотя бы чуть-чуть нужно еще лучше на аптечке сделать там вайпера да вскрывать все таки так бобер бобер идет убивает андромидона почему он всегда предлагает мне с меньшей вероятностью стрелять но помним что наверху 4 человека 10 где тусуется включая ничего не делающий шар а вы помните как в прошлой миссии он мне покарал так но я подхожу там есть там есть стекла могу сейчас спалиться но спалюсь мутоном поэтому не страшно мутоны не страшно да не спалились вип находится здесь да и выход там же есть то есть можно смело сравнительно смело идти внутрь смело но осторожно я бы сказал и хилл не забыть кинуть следующий вот ваду 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 возможно даже я им и возьму в руки мирного заходим да как или он так мирного испугался да похоже подхожу скорее всего на фулл ход остальные мир хила не хватает конечно времени чтобы подлечиться в этом плане армор который тебе 8 хитов полномерно восстанавливает для штурмовика хорош если бы были слоты а слотов то нет да и меняют перезерядись подруга так и бобер бежит там нет особых сундуков вот внутри пока не видел ничего вон пак спойлился сверху не не спойлился ну что человек сотрудничал с инопланетянами стал важной персоной ой это штык я думал что мутон не может его оглушить вот в чем фокус это уже стало понятно поэтому мутона мы ведем дальше на разведку а вот и пак причем получается пак это 2 да флангуют бедного и верхний пак еще класс слушайте а может делаем красиво просто ой красиво там и там спуливайс и там так ну и волерна на самом деле может прыгнуть криком куда-нибудь на этот этаж конечно же Я думаю, штурмовики должны сейчас лезть. Просто брать и лезть. Раз там с фланга, бах. Вот этого забрать, этого забрать. И вообще нужно верхнего забрать для начала. Вижны нет только. И хп маловато. Ох, тут нельзя торопиться. Побежали. Это раз. Это два. Кто-то из них прыгает наверх. И пытается этого гуфнуть. Да, фигово. Поэтому я попробую вторым. Да, вот так. Оп. Это раз. Пдыщ. И сразу тебе еще ход там. Приятно. Второй штурмовик убивает копейщика элитного. Крита не было. Ё-моё. 85 крит. Михаилу нужен патрон тоже. Косяк. Снайперу бы тоже запрыгнуть наверх и сделать угол. Но он, как вы видите, особо ничего не умеет. Да, он прыгнет. Чисто, чтобы попробовать. Вроде вижен какой-то есть. Да, есть вижен. И по нему есть вижен. Класс. Стасис есть там у нас? Есть стасис. Ну, привратника мы в стасис, естественно, пробуем. Это как бы безусловно. Мутон страдает один за всех. Тут можно черепной миной элиточку покоцать. Скорее всего, надо будет протокол еще юзнуть. А-а-а! Так, Илюха, сто процентов. Я что-то не понял, а почему стасис не работает? Чего-то я не понял. Так, здесь снайпер убивает одного. Давайте действительно... А хотя, слушайте, если я... Черепную мину, то... То там же этот еще появится. Гад. Да ведь? Появится. Не хочу тогда. Короче, Хэвик подходит сюда. Пытается флангануть, убить вот этого упыря. Но этот вопрос к криту. Но там снайпер подстрахует. Снайпер подстрахует. Ага. Пока не будем им ходить. Вот он, бедолага. Слушайте, я бы мог к этому квипу сходить. И его спасти штурмовиком. Как в фильме прям. Выстрелы снайперской винтовки... Это... Это раз. Потом смерть с небес идет. По-левому на два хита. Выстрел из пистолета 97. То есть, из первого пака остался только этот глаз, который будет убивать. Да, у меня проблемы с мутоном. Обратитесь, пожалуйста. А что делать-то? Что делать-то? Что делать-то делать-то делать? Но спиной к ним стоять как-то не очень круто. По крайней мере, встать за такой кавер, который не будет абсолютно... Да, это лучший вариант. Остался сап, который, в общем-то, может подлечить себя. Очень полезное для команды действие. Он может подойти и подлечить себя. Но реально, а что он еще может делать? Ничего. Вот и будем идти. И лечиться. Значит, глаз занят. Один из трех верхних точно мутоном занят будет. Так. Илюха, держись. Илюха. Да пофиг на самом деле, даже если он не... По кому? Да ладно, как? Он увидел штурмовика, что ли? А, у штурмовика инвол есть один. Ой, милишник пошел. Инвол есть же у меня? Не было инвола у него. А почему? Я же там этого убил. А что он мутона не вил? Капец. Приехали, ё-моё. Стасис на шар точным. Блин, мутона реально... Ну, как бы никто его не бьет. Никому не нужен. Обидно. И 70% точности у него еще. А если копьем? Штык. Штыком. 70. И 10 крита. Нет, нет. Надо стрелять. 50 крита. Попади. Черт, ты дери. Да уже там плохо все. Все уже очень плохо. Надо, наверное, брать... Как мне брать-то? Что мне делать-то? Бежать вперед? Пытаться сносить... Наверное, хэвиком как-то вот отсюда. Кислотной или гранатой или ракетой. Хоть что-то там дальше. Конечно, конечно, конечно же. Ты все снесешь. Ну, воодушевление есть. Вопрос, кому оно полезнее будет. Тут точно призрак. Авось добежим. До чего-то добегаем. А тут что... Тут же милишный стоит, блин. С какой стороны он бил? Вот с этой и бил он. Можно ближе. Подходи. Раз. Призрак из тьмы. Давай. Бак. Критулечка. Не хорошо. Да, скорее всего, надо пытаться давать воодушевление. Только револьвера вдохновить могут. Да уж. Это печально. А точно никак. В дверей ничего. Давайте попробуем светошум докинуть. Блин, вообще не получается. Хватаю раненого на эвакуацию. Беги, а то потеряешься. Кем? Я должен же сначала был милишником убить, который рядом стоял. Подошел, убил. А так-то совет хороший. Неплохой, я бы сказал. Только это было и так понятно, в общем-то. А на себя можно? Нет, нельзя на себя. Ну, значит, на револьвера вдохновение. Он, глядишь, отсюда что-то как-то постреляет. Ничего он не постреляет отсюда, что ты несешь. Он не видит никого. Просто не видит никого. Ну, постреляет из пистолета. Отлично, вообще. Топовый снайпер, блин. Надо, хэвиком просто бежим. Ой. Не, можно на самом деле им подбежать. Вдохновение. И... Да, есть пистолет, конечно. Так, тут у нас что? Тут у нас стоит... Бобер. Ему протокол помощи, потому что он без фланга. Да, можно снять действительно стенку рядом с раненым рейнджером. Это упростит задачу. Интересно, у них есть гренки? Не хочу проверять. Ну и остался револьвер. Ему в любом случае нужно бежать вперед. Как бы то ни было, ему нужно бежать вперед. Правда, сейчас вдохновения вообще нет. Даже револьверы не получается накинуть. Ну, ревоч идет скорее так на будущее. Полу кавр и туда, на эвакуацию. Шар пасует. Здесь вроде как хорошая цель это мутон с фланга. Наконец начинает по нему стрелять. Мутон падает. Зелененький он был. Щит идет. Скорее всего по флангующему. Там протокол... А, в револьвер. Окей. Кровотечение. Так. Что делать с шариком? Шариком, скорее всего, отступать и светошум. На него. Очень плохая идея. Очень. Так. Я хочу щит сначала убить. Не толпиться ни в коем случае еще. Побежали. Да как овервоч? У меня же обилка, слышь. Что ты не понял вообще? Это удар из тени. Не овервоч. Не такого прокачал, Михаил. Щит убран. Столько ошибок. Капец просто. А-а-а. Почему не специалист без трех зарядов аптечек? Потому что я потратил их уже. Ладно. Значит, стабилизируем бойца. В любом случае, да? Стабилизациям. Может быть, стоило просто его брать и уносить. Потому что за мной идет шар. О, я могу подняться сразу к шару. Смотри, как бы он к тебе не поднялся. И его надо принимать по любасу. Так, а бобер-то с курком опять. Так, а бобер-то с курком опять. Штурмовика второго нет. Бобер, скорее всего, пойдет резать просто человеком. А может, мы тогда из маскировки это сделаем? Он заметит тебя прямо сейчас, что ты несешь. Просто режь. Здесь ориентировочно светошум сюда. Здесь добиваем серией. И после того, как хэвик снимет... А зачем ему подниматься? Может, он отсюда докинет? Это было бы неплохо. Штрих ходом. Чуть назад. Все-таки светошум. Действует же на него светошум? Да, действует. Дальше кислота. Учитываю конское количество армора. Слушайте, я же могу... Нет, я должен этому урон нанести. 92. Не добьешь, да? И, соответственно, серия бессмысленна особо. Давай тогда просто 92. Если что, его штурмовик вроде как мечом добьет. Хорошо, с богом. Плохо, конечно. Этот дезориентирован. Этот огнящий умирает же точно. Лут сразу берем. Модифицированный лазерный. Модифицированный лазерный. Крит. Но крит мне не нужен. Дезориентация. Кислотный ожог. Ауе скорее всего сюда пойдет. А нет, он же не может юзать. Он может только стрелять. Аааа! Нет! Нет мимо! Оу! 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 Револьвера сейчас просто вся жизнь перед глазами промелькнула. Это такой трэш! Три хода. Ты добьем его, чего уж тут. Раз. Че, шары падают что ли? Я думал, он левитирует. Нет. Так и есть. Он левитирует, действительно. Дай меточку. Надо эвакуироваться остальными. Ну, то есть, пострелять, конечно же. Какая эвакуация? Что ты несешь? Меткий глаз давай. Бах. Осталась вообще ерунда. Тут мы берем нашего. Мы же можем точку эвакуации поставить. Так, тут огонь души. Или Михаилом лучше добить? Да, давай Михаилом лучше добьем. Прыгаем. Он же все еще не топич. 70? Что, он опять пропал? Фух, появился. Не будем выпендриваться. Огонь души. Шар разорвется, помни. Уже не актуально. Захвати випа. Ну так надо же к нему подойти сначала. Рассчитываемся. Так, все. Способность недоступна. Вызвать рейнджера мы не можем. Вообще успеваю? Или не успеваю? Надо Михаилом випа захватывать. Остальными тупо бежать. Тупо бежит револьвер. Тупо бежит предохранитель. Опять же. Хэпич. Ну на последнем. Просто на последнем. А боберт это бежит. Ну не мобильность 54 в общем-то. Но. Ой, это рискованно. Водушевлением, если что, его. На следующем ходу попробуем. Бей випа. Так, слушайте, а у меня ход заберется, когда я его на руки возьму? А, я и так добегаю. Забираем. Все-таки надобрит. А, нет, ход заканчивается после этого. Еще подкрепен. Бобром я ухожу. Но випа я уже... Короче, провалено. Слушайте, если я сейчас подниму его, у меня полхода уйдут или не уйдут? Такой вопрос. Блин, я не следил за этим. Бери випа воодушевляет, а чушь, потому что не добегает. Не уйдут, говорят. Эксперты из чатика говорят, что не уйдут. Пробуем. Ха-ха-ха. Блин. Ой, как все-таки решает мобильность плюс 4 персональный боевой модуль. Такой Михаил на горбу на своем тащит разведданные материалы. Господи, как тяжело. Опа. Три ранения. 14 человек випа взяли. Это было круто, конечно. Было очень близко к фывам, как говорят в чатике. Абсолютно верно. Ранение серьезнейшее у черепашки-ниндзя. Более того, она там будет восстанавливаться и... Ну, у меня есть штурмовик на замену, в общем-то. Так что нормально все. Серьезное ранение. Два обычных ранения. А, это... Просто лазерный прицел. На десяточку. Ирина Васильева вернулась. Евгения Гусева восстановилась и повышена. Малоученых все очень плохо. Что по... По-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Может быть тогда посканировать, полечиться. Доступны ресурсы. Уставление контакта на единичку, наверное Хотя это ерунда, на самом деле Дайте лучше быстрое лечение и ресурсы Там чего-то не хватает, кажется, пушки для хэвиков не хватает Патронов некоторых не хватает Кто здесь у нас? Ученый Инж Нет, пока рано Хотя можно было бы, конечно Ну, инженер уже все Есть объект Аватар В Чили опять Дмитрий Михайлов доминирует Слушайте, я кажется, не поставил А, нет, Евгения Гусева Кража души, да Вдохновление берем Черный разлом учим Ого, плохо Надо хотя бы 8 дней без миссии прожить Ну, я лечусь Аватар опять полностью уже Пятый раз Пятый раз Все, 25 дней Кажданых, 125 разведданных Новые исследования я вайперов вскрою Потому что аптечки нужны Потому что аптечки нужны Удар Аое Который игнорит все Просто И же Мун Можно тащить без шансов Да нет Экспериментальные боеприпасы Оп О, да Бронебойные патроны Наконец-то Первые мои дали Бронебойные 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 Я даю снайперу В первую очередь Ох Это сделает его универсальным товарищем Это прям Ух 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 Оснащение Бронебойные Пробитие брони 5 просто 5 5 Вообще Ему нужно еще Призрака бы взять Броньку Вайперов с крыльем Военно-пылевая медицина есть Сколько стоит? Там должно быть не очень серьезно Да, берем Что по Отсекам 11 дней, да? Может мы Грейданем лучше Не, не надо пока ничего Грейдить Можно сделать вообще Реле питания еще одно И не париться Не, скорее лабы там надо запилить Так Террор У меня не все вернулись Но вроде как Двое вернулись Так, хорошо, что Муны нет Револьвер Отлично Брюс Пойдет А, у меня штурмовик с бронебойными Не, алё В смысле с критом Бобру тогда я крит дам Так, стоп Снять предметы Снять броню Бобру Окей Окей Псих гусева Правильно 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 Я хотел еще Что-то хорошее сделать Хэвику я хотел В партизанке Сделать криты Вот что я хотел Это сейчас Наиболее правильное Вложение Доступных средств И это Предпоследнее Да Теперь критовать Могут гренки Критмечнику Лучше не зайдет Критмечнику Я Предка Использую Жнеца Это такое На замену На эксперименты Можем поэкспериментировать На самом деле Да, давай попробуем Поэкспериментировать Я не уверен Что он действует А, будут еще Крисолиды Слушайте Я еще Хочу тогда Создать Создать Одну броньку Интересную Адский узор Сейчас Прям сейчас Создал Как раз Против крисолидов Тема Ладно Не будем Тогда Где все Спецы Ну Один Ранен Вот Предохранитель Остальные Умерли Разгрузи Психа От иллюзии Почему Самое время Экспериментов Да нет 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 Да Согласен Что не стоит Трогать Тем более Сейчас террор А террор То всегда Непросто Тем более У меня Нет Специалисты И одного Хорошего Рейнджера Но есть Зато Псих С разломом Аптечки Нет Ооо А вот Это может Плохо Закончиться Блин Реально Аптечки Нет А там Крисолиды Ладно Перерыв Минуту Скоро Вернусь Минуту Минута 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 Продолжение следует... 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 справа еще кресолет да ладно ты до этого что ли бежать будешь это не крестолет это солдаты какие-то маки дамы еще минус мирный не специалист против мака нет но а вот у кого мы к этим патроны то были у кого и штурмовиков у этого или коготь крит как я прячусь гаос пробую видеть этого кресолида года спасающий мирного одного делать я штурмовик смущает как бы вообще может снайпером забраться пока повыше сюда все равно не общий вид я на самом деле ему лучше наверное овервотчность мирных то я уже практически всех спас необходимый минимум так скажем 4 тут 6 вот двое рядышком кресолит же вроде сюда убежал мэк стреляет по мирному вот сюда ой нет шартом капец его вот только не хватало на этой миссии еще бесишь снайп пак вышки а там не факт что вокруг вышки никого не будет надо его обязательно прикрывать но возможно это и правильно потому что как стрелять по-другому до снайперок вышки может даже с воодушевлением сейчас то сделать потому что в один ход я этого это не проверну тогда вот так чтобы точно подруга увидела револьвера очень сильно револьвер теперь может конечно запрыгнуть туда о мышь даже таксик так и солиды могут достать меня наивный там кавра не будет но зато я прям все буду видеть но ход я пропущу 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 потому что как бы снайпер нехоженный а вот и кресолит справа еще кто-то а тут то уходит шар мирным убивает ни хрена си как выносит так сколько осталось то мирных господи может мне не хватит их уже человек 5 мочканули осталось четверо всего осталось всего четверо а там кресолит прям по курсу я его не отстрелю протоколов никаких нет нет кресолит убежать нельзя надо бежать смотреть на шар посмотрел я лая ладно это пси усилитель мясорубочка пошла конечно мясорубочка ладно сектоиды не страшно а вот шар огромный этот беда я по нему могу пострелять разными людьми и стасис конце концов на него повесить а что по доминированию 30 процентов илюха еще есть так что делаем стасис самом конце на шар кидаем да а тут вообще серию можно зарядить снайпером с флангов давай серию сразу же если что да это раз два три но можно для верности накрыть еще греночкой можно же нужны я бы сказал и начинать тех кто бит сделаем о что за бочка нет не поедет не пойдет закидываем сначала по паре раз починить сектоида зачем ты выбираешь между починилим сектоида и нейтрализации шара сектоид который ты 3 не боишься и шар которого ты боишься ты боишься сейчас и кто это он горит но не факт что горит ну что урон 14 первый выстрел раз а какой револьвера урон у него у сектоида 10 армора до по 10 жизни получается а снайпер это 10 не факт что снимет надо следующим хэриком тоже проходится и желательно кислотку делать а не получится а подожди а если конус вот такой уже по своему падешь да и у нет фигово получается ты можешь два выстрела сделать например кислотку поэтому а рокет туда и это будет хорошо кислотка пошла раз штурмовиком надо было того сектоида добивать и рокет ориентировочно откуда-то сюда да рокет он не может сделать а гренку закинуть гренку принжи принжу не может закинуть варианты восьмерочкой и тут стасис на и убивать одного сектоида скажем так тут просто метки глаз взять только не по привратнику а по сектоида чтобы гарантированно его гасануть это так потом следующий выстрел снайпером по верхнему сектоида ну проверим вдруг 33 процента сыграют и я смогу его добить если смогу штурмовиком добиваю штурмовиком добиваюсь и кто это ну чтоб неуязвимость на случай выхода там хотя этого не важно уже и стасис на шар получается вешаем но мирных то будет продолжать убивать а мне нужно двоих еще спасти вообще их этим не стрелянта хэрик и пресса т.н. как так занимаю позицию поближе отхожу остальные мир там мэка кристаллида как минимум надо мэка пулить видите они че парят так осталось все три человека вижу одного на втором этаже надо сейчас пулить мэка по-любому револьверами мимо армору может стрелять в общем то они еще двое двое осталось 22 человека в запасе давай тогда мимо армора 1 хотя им патроны прекрасно работают штурмовиком у него им же патроны нет у него критовый патрон лишь проверял попасть сложно бриусом поставим метку подойдем поближе поставим метку попал и урон нанес хорошо норм поджог отравил и встать на него действует он не не поджем не был подожжен для начала он был только отравлен и как ты видел урон от отравления донесся все убили шар взрывом вроде не задело хотя подгораю тут о легкий курок свободное действие да надо уходить в любом случае чтобы а вот мирный еще один попробуем призрак а вдруг он найдет более безопасные не найдет он уже горит по факту ладно я забегаю пусть горю блин как больно-то ой безлики что ли отлично спас мирного ну да как бы от безликих то никто еще мы не избавились никаким образом блин вот если бы не был подожжен то можно было бы его и тут еще двое мирных хоть беги спасает стальных попробуем час илюху поставить вотсап а сколько времени расскажи мне пожалуйста час ночи уже ребята тут кота несут все все хватит сейчас чихать начну чим но ты что мне делать с безликим аркаде спасать мирных но там на мэка я выдал я могу в принципе пострелять просто по нему а воодушевление можно можно уроки там стеночку снять например давай попробуем или стеночку вот вот этим вот массированным огнем я посмотрим да ювелирник а сейчас возьмем так раз теперь мы точно добьем штурмовиком и у нас будет запас по по удару да будет запас по удару ой слева еще один безликий и я не пойду не побегу вдруг там при солиды еще да вот пули цепак ну хорошо значит они мирного на этом ходу не убивают бегут ко мне двое мирных шкерец им три человека да я горю я горю по-прежнему горю хэвик тупо не достает а так он простреливал неплохо а если каким-то чудом сможет туда гринку зарядить ренджа нет чудес не бывает женька может подойти кинуть попробовать достать и кинуть либо черный разлом либо маяк имитатор да достает только по мэку я здесь вообще флангую убиваю этого упыря что бояться не знаю реально что бояться там же обычный солдат а у меня крит я его беру просто убиваю раз мэк соответственно меня в следующий ой лут да штурмовики конечно тащит и что он здесь лазерные и модифицированное автозаряжение подходить ли не к левому не надо подходить во-первых никакого шума не было дмитрий костин подойдет все-таки сюда можно подсопресить мэка например снайпер не видит перезарядочка мэрвотч да я сапресним его боюсь я за мирных но вроде бы это последний плюс еще крисолит то есть уже вокруг него там трое мирных он вряд ли убьет видите он занят другими делами я смогу уже выполнить программу минимум так миша кажется догорел опа справа справа что-то мелькнуло там справа я видел причем много хп там мелькнуло что метку ставим ему да да метку минус армор убиваем мэка бариус тоже подходит тоже стреляет добивать будет скорейся михаил или xp и потому что урон него отлично а мэк кажется не взрывается давайте проверим там был пак за лестницей 164 отдавай могу не добить кстати с ним будет крита но крит спас меня фух теперь теперь в первую очередь где этот мирный так спасаем двух мирных настоящий и теперь последнего это те общины на третьем этаже что нет на втором на первом и на втором тогда вот так получается не знаю уж как он там доберется но добрался это безликий да в окошко смотрит бывает стреляю снайпером надеюсь что не будет крита что я спокойно миши добил отлично так это минус безликий ну если просто крита не было 65 процентов то что бы я сделал да крисолиды где-то там тупят ну я спускаюсь вижу еще одного мирного и понятно что вот остальные мирные они настоящие уже и выполнив эту базовую задачу мы уже начнем вот здесь где-то был пак я видел там то ли ну точно один крисолид как минимум все справились кого подставлять хейк подставлять армор и все дела крисолиды будут просто выпрыгивать и бросаться на меня инфа соточка и первый будет где-то здесь опа да мэг тут и милишник ничего себе ну сейчас мы сюда пройдем чего ты тут на душе стоишь мэг подуверлочем милишник бежит ну там же был крисолид я помню делаю черный разлом зачем не надо никаких разломов ого доступных целей нет это интересно прыгаю бонусы за спасенных сверх нормы насколько я знаю нет так вот теперь видим одного естественным с метким глазом армор простреливаем главное попасть 15 овервочи сняли наверное вот так добиваем одним выстрелом двух зайцев да нужно было в обратной последовательности хотя пофиг снайперы не нужно ладно здесь овервоч здесь черный разлом делаем слышали слышали а че так слабенько может на ложе что-нибудь что это промах это видимо как раз вот было ладно овервочь проверим сейчас есть там крисолит или нет этого я смогу просто добить эээээээ вижу же бах хорош свободное действие разряжайся ну крисалит был же да вот он крисалит но все миша попал хотя нет крисалит не в курсе вообще михаила закапывается ничего там тут овервотч штурмовика я не буду подставлять лучше хэвика честное слово лучше вообще никого не подставлять а поймать его на на моменте когда он будет просто бежать вот и все он же там бегает от точки до точки там конец карты уже ему некуда одеваться сейчас он побежит его глядишь кто-нибудь конечно на другую мапу перебежит перебегает 1 overwatch 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 возвращайся крисалит возвращайся к нам а вот и он выпрыгивает бежит давай его спулем чего штурмовики или али не штурмовик побежали не туда вообще надо было ближе идти да сейчас не будет стрелять никто кроме снайпер вот чем беда остальные просто его не увидят скорее всего ой поставил то есть он пошел с той стороны отбегать это отлично значит уже не уйдет промах на 2 женька на 7 и это г.г. миссию с миссией справились все равно ранения со вначале штурмовика оптичку забыл взять но я думаю что мы в пару трансляций уже закончим то есть либо гуф либо конец то есть уже даже несмотря на косяки появляется какая-то стабильность вот сори что сегодня такая коротковременная трансляция была хочу сказать что ориентировочно в пятницу будет стрим меняемся к лучшему зависит того успеем ли мы айфоновской версии приложения в четверг выпили запилить выпилить или нет лазерный прицел чушь и здесь тоже чушь а вот трупы это хорошо все усилитель надо будет сделать все усилитель все усилитель я смогу раковины есть лирия кристаллов не хватает ну и материалов тоже ладно разберемся все усилитель очень важно спасибо за то что смотрели запись пойдет заливаться на youtube прямо сейчас спокойной ночи и